Андрей Евгеньевич, админатор. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сергей, я прошу вас поставить первый слайд. Да, вчерашним, реагируя на вчерашний разговор, мы, напомню вам, уважаемые коллеги, которые сосредотачивались под руководством Алексея Ивановича на перспективных или фронтирных задачах и соответствующих проектах, которые лежат в различных сферах и областях деятельности. Второй коллоквиум был посвящен методическим, теоретическим, концептуальным, методологическим вопросам, которые стоят за этими фронтирными задачами. Этим коллоквиум управлял Петр Керкович Дровицкий. А сегодня, по нашему плану, мы хотели сосредоточиться на формах подготовки. Я не случайно позволил себе поставить две стрелочки, когда мы от методической, логической и методологической базы определяем и то, как мы работаем с задачами, и то, как мы строим подготовку следующих поколений или новых людей под решение тех или других задач. Очевидно, что там есть и обратные связи, но чтобы не загромождать схему, я остановился на такой графикации. Таким образом, сегодня мы сосредотачиваемся на третьем нижнем кружочке, на формах подготовки инженеров. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Там должен быть еще один слайд. Здесь вот вложенная такая матрешка. Нет, 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 там должен быть промежуточный слайд. Я управлял Сергею. Будьте любезны, там такая. Не дошел, да, слайд? Нет, не дошел. Ничего страшного. Ладно, тогда обойдемся этими двумя. Верните тогда его на полный экран. Итак, если мы чуть глубже нырнем в этот фокус, то очень схематично можно поставить целую серию вопросов, которые, я надеюсь, будут сегодня так или иначе докладчиками, может быть, не полностью, но аспектно зацеплены. А именно, вот тут такая фигурка с решеточкой, а именно, как мы ставим и как уже как организаторы подготовки вопрос о том, кто может и должен учить, преподавать, лидировать в такой школе. Другой вопрос, кто и как должен быть подготовлен, чтобы в такой инженерной школе учиться. Соответственно, вопросы метода и содержания, как взаимосвязанные вопросы, лежат в ядре и фокусе этой базовой клеточки этой работы. Итак, кто учит, кого учит, как это делает, на каком предметном содержании. При этом мы с вами понимаем, что это вопросы, взятые в своей абстрактной чистоте, погружены в организационную единицу, которая вот здесь названа не английская школа, а инженерная школа. Не путайте, пожалуйста, сокращение. Напомню, что когда мы открывали вчерашнюю конференцию, министр говорил, и Алексей Иванович говорил тоже о проекте передовых инженерных школ, то есть такое подразделение, структурное подразделение, а может быть с некоторыми вопросами периодической автономности, существующее внутри университета, которое сосредоточено и которое аккумулирует в себе инженерные компетенции и инженерные задачи. Мы рассчитываем, что тот проект, который, еще раз сошлюсь на министра, входит в 42 передовых проекта или национальных инициатив, будет сосредоточен исключительно на инженерных школах. С другой стороны, мы не можем не учитывать, что эта школа погружена в ткань такой организации, как университет, со всеми его традициями, особенностями, слабыми формами и сильными сторонами этой организации. Наконец, третий момент, который мы тоже, возможно, коснемся в этом коллоквиуме, мы не можем абстрагироваться, тем более для нашей страны, от национального контекста, например, от института неизбежного исторического для нашей страны контроля и проверок, которые иногда беспокоят ректора гораздо больше, чем содержание подготовки в той или иной школе. или от института стандартов, о которых вчера шла речь. В том числе, здесь через слэш поставлено, и трудно себе вообразить, что эти задачи исключительно сосредоточены в национальном контексте и не имеют некоторой включенности, хотя бы идеологической, иногда лучше и материальной, и технической, в глобальный контекст. Таким образом, хотелось бы сегодня в рамках конференции, я приглашаю к этой дискуссии всех участников, у нас в конце выступления будет время для вопросов и для высказываний других, удерживать эти рамки и этот контекст, когда мы обсуждаем формы современной подготовки инженера. Я бы сейчас сразу передал, у нас сегодня три доклада, уважаемые коллеги, я хочу передать слово Леониду Григорьевичу Сухих, это Томский политехнический университет для доклада. Прошу вас. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Коллеги, надеюсь, меня слышно. Да, прошу. Тогда, коллеги, прошу презентацию. В рамках заданного направления дискуссии нашего коллоквиума я хотел бы рассказать о программе подготовки в магистратуре по направлению петролиум инжиниринг, которая достаточно успешно реализуется в Томском политехническом университете, но с учетом заданных вопросов рассказать не только в формате отчетного доклада, сколько в формате некоторой проблематизирующей, в том числе нас самих, деятельностей, для того, чтобы и внимательно посмотреть, что мы видим и не видим, что видно со стороны, и через ваши вопросы и комментарии оценить и проблематизировать самих себя, возможно, по тем направлениям, которые мы сами не до конца еще понимаем, потому что погружены в эту деятельность. Следующий слайд, пожалуйста. В нашем подразделении, в нашем университете в 2001 году был открыт центр, который мы между собой так называем центром Хериот Ватт. Это наш совместный проект с университетом Хериот Ватт, расположенным в Эдинбурге. Этот центр объединяет в настоящий момент в себе прикладную научной разработки для компаний нефтегазового профиля в основном и образовательную программу. 20 лет назад он запускался как чисто образовательный проект, но через какое-то время, в том числе благодаря выпускникам и появившимся связям с компаниями, был налажен довольно фронтирный прикладные исследования, то есть примеры некоторых вещей, которыми коллеги занимаются представленные. Мне как физику особо интересны их проекты, связанные с цифровым керном и цифровой нефтью, то есть это проекты, связанные с большими данными, с анализом и с построением двойников, в том числе пород, для того, чтобы повышать предсказательность добычи нефти, которая, ну и газа, соответственно, которая, к сожалению, у нас страдает от большого количества неопределенностей и потерь в проектах. Образовательные программы, которые реализуются этим центром, можно разбить на две группы, то есть про одну из них хочу рассказать, это программа магистратуры, магистратуры это одногодичная, совместная с английским дипломом, реализуемая полностью на английском языке, и эта программа не имеет КЦП, да, то есть эта программа полностью платная, со стоимостью обучения в один миллион рублей. Направления связаны петролиум инжиниринг и резервуар Валейшнэнмэнгит. Помимо этого центр реализует короткие модульные курсы, которые, по большому счету, эти модули реализуются уже на русском языке в основном для представителей компаний, но они очень сильно пересекаются с программой подготовки. Работа этого центра является в том числе результатом, результатом работы этого центра является в том числе то, что Томский политехнический университет сейчас занимает лучшую позицию в стране по рейтингу КЮС в области петролиум инжиниринг. Это 23-я строчка в мире. Университет Херриот-Ватт находится на 10-м позиции. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы посмотрим классическую или, может быть, старую цепочку создания ценностей в области разработки месторождений, то она была разделена некоторым функциональным образом. То есть существовала группа, занимающаяся геологией, а результатом работы этой группы являлась некоторая геологическая модель. Группа проектирования и разработки, которая по данной геологической модели пыталась создать некоторые технические решения, которые позволили бы данные месторождения разрабатывать. Условно называемая экономическая группа, которая оценивала, принимала решения, планировала затраты, закупки и так далее. И все это переходило в обустройство и последующую эксплуатацию. Проблемы начинались на этапе взаимодействия и внутри этих групп, и на этапе взаимодействия этих групп между собой. Проблема в том, что все модели, которые геологически мы можем создать из-за недостатков данных и недостатков нашей техники являются очень вероятностными. И разброс неопределенности по некоторым направлениям может достигать 100%. В результате передаваемая в разработку модель на самом деле одна из немногих и множество довольно близких друг к другу моделей, несущая весь набор неопределенностей. По ней не обязательно по оптимальной модели создается не обязательно оптимальный проект, по которому строится экономическая модель, в результате при реализации капстрои получаются лишние затраты, потери, нарушаются сроки и, как правило, эксплуатация довольно редко выходит на заданные параметры по предсказуемости добычи, в том числе и на периоде. То есть эта система, вся история, которую мы вчера слушали про системные подходы, например, на прекрасном американском самолете F-35 со смещением сроков, увеличением бюджетов и невыходом на параметры, вот это примерно из той же области. Поэтому компании наши нефтяные, которые последние годы вынуждены очень активно конкурировать на мировом рынке и не имеют очень свободного доступа к мировым технологиям, они стали задумываться о том, как эти цепочки развивать, трансформировать и интегрировать. Следующий слайд, можно, пожалуйста. И вот один из подходов компаний, одной из компаний, который предлагает другое построение подхода, который начинается не с геологии даже, а с создания стратегии долгосрочного развития. То есть они уже начинают говорить, что наш бизнес, вообще говоря, это бизнес, это не добыча нефти или газа. В некоторых регионах, возможно, мы должны делать исследовательские центры на базе одного-двух месторождений или проводить пилотные проекты по отработке новых технологий. Наш бизнес будет заключаться в этом. А при формировании последующих бизнес-кейсов, второй блок, здесь уже начинают рассматриваться цепочки, сценарии вовлечения запасов с их вероятностями в рассмотрении полной цепочки создания ценностей. То есть сейчас задачей является создание кросс-дициплинарных команд комплексного проектирования, которые могли бы работать, если мы говорим про ту область, которую страгивает наша программа подготовки, от получения набора геологических данных с набором неопределенностей естественных следующих из геофизики и так далее, до разработки экономически-экологически оптимального проекта обустройства данного месторождения, который уже может быть принят и реализован лицами, принимающими решения. Соответственно, наборы, если вы посмотрите по требуемым хард-скилам, они несколько отличаются от того, что принято понимать в классической геологии, например, учет неопределенностей, цепочка создания ценностей, обязательно операционная деятельность предприятия и экономика проекта. То есть в нашем понимании, в классическом понимании, это уже несколько далеко за классическими хард-скиллами. При этом отдельно требуются софт-скиллы, главным из которых является командность, результат, в том числе постановка задач и тайм-менеджмент. То есть софт-скиллы погружаются не только в вопросы образования, но в том числе в вопросы воспитания студентов. Следующий слайд, пожалуйста. А может следующий слайд? Подходя из этого более общему к матрицам компетенции инженерных программ, как ее видят наши американские партнеры, выстраивается достаточно такая интересная для рассмотрения пирамида, в которой присутствуют уровни, связанные с персональной эффективностью, с академическими компетенциями, с компетенциями, сдаваемыми рабочими местами, сквозными компетенциями индустрии или функциональными областями секторов. Размышляя в рамках этой пирамиды, мы рассматриваем наши хард-скиллы именно на пятом уровне и используем для работы с ними те наборы компетенций, которые предлагаются обществом нефтяных инженеров в Society of Petroleum Ingenious и реализуем эти блоки через модуль систему подготовки. Можно следующий слайд? Соответственно, к ним же мы добавляем те блоки, которые связаны с Data Science, потому что пока еще стандарты не учитывают цифровые движения, но те прикладные исследования, которые выполняются коллективом центра по использованию аналитики больших данных, методов машинного обучения, они показывают, что это направление является очень актуальным и позволяет создать дополнительную ценность, получить дополнительную выгоду в такой, казалось бы, далекой от цифры области, как добыча нефти и газов. Дополнительно отмечены те блоки компетенций, на которые направлена наша программа, связанная с инженерной экономикой, с вопросами безопасности, с вопросами командной работы, планирования организации, решения проблем, коммуникации, критическим мышлением. Коллеги, можете сказать, что-то? Таким образом, выстраивая, соотнося нашу программу, как мы ее задумываем, с блоками того, что от нас видят компании, наши выпускники в основном попадают в блоки формирования бизнес-кейсов и в блоки долгосрочного развития по вовлечению компаний, потому что главным для нас является вопросом, в том числе системного понимания всей цепочки создания ценностей. Вещи, связанные с проектированием и реализацией цикла ввода новых мощностей, это бурение, эксплуатация, управление добычей и текущей мощности, это, в общем-то, та вещь, которая тоже возможна, и ребята в нее попадают, но после небольшого добыча. Может следить. Переходя к самой программе. Программа состоит из, это годовая программа, она начинается в сентябре, заканчивается она в конце августа. Программа разбита на три блока. Первый блок представляет из себя около девяти месяцев. Это модули с упором на подготовку, на получение хардскилов в соответствии со стандартами петролиума инженерии. Соответственно, здесь перечислены модули, которые изучают студенты. Каждый модуль занимает примерно две-три недели. Он идет без перерыва. То есть модули идут один за другим, без параллелизации. До пятидесяти студентов может участвовать у нас в модуле. Сейчас обычно меньше набора идут. то есть для них имеются компьютерные мощности и ежедневно с девяти до пяти там обычно плюс-минус они занимаются в по сути аудиторном. То есть у них идут некоторые теоретические занятия обычно в первой половине дня с последующей самостоятельной практикой. При этом по каждому модулю у них есть курсовой проект, сдача которого обязательно через неделю после выполнения модуля. Тот объем информации которые они должны освоить за этот период то есть научиться пользоваться и научиться решать какие-то задачи или использовать какие-то цифровые средства например специальные программные продукты отрасли и так далее у них занимает практические занятия которые самостоятельно объем мануала или учебника по модулю составляет 500-700 страниц это то что они сдают в конце на экзамен еще раз напомню это все на английском языке то есть это обязательное условие в результате в конце модуля они сдают письменный экзамен который не занимает несколько часов при этом экзамен у них сделан с привлечением внешних людей по английской системе попытка списывания это незамедлительное отчисление с модулем не сдача экзамена это незамедлительное отчисление то есть мы здесь не живем в КЦП и в этом смысле рамку мы не должны держать фактически каждый студент с учетом вот этого объема работы ежедневно ну то есть еженедельно набирает до 65 часов работы связанные с изучением материала то есть это первый блок его задача направлена на подготовку и на обучение базовым вещам потому что портрет входящих на магистратуру никоим образом в массе своей не связан с нефтегазовым делом скорее даже наоборот опыт показывает что люди которые имеют бакалаврское специальное образование в области нефтегазового дела полученное по классическим методикам они не способны осваивать эту программу по причине того что им не хватает базовых знаний в области физики математики и не хватает то есть более абстрактного мышления которое необходимо в данном случае то есть большая часть людей которые заходят сюда это физики математики то есть люди которые не имеют этого направления поэтому модули построены для людей которые никогда этим не занимались но состояние это следующее пожалуйста важным моментом нашего нашей программы является групповой проект это обязательное условие направлено на образование то есть в проекте создается группа из 5-8 студентов создается экономически обоснованная система разработки месторождения то есть это полный переход к вопросам связанным с обработкой реалитации то есть это полная имитация рабочей деятельности по созданию системы то есть существует команда выбирает лидера который определяет принципы проходит каждое утро некоторая планерка с рефлексией и воспитание через наказание команды за наказание одного из людей то есть за нарушение дисциплины то есть воспитательный проект здесь идет в результате сдается проект разработки месторождения по реальным данным достаточно представительному борду в который включают себя представители начальников нефтегазовых компаний и может следующий слайд и заканчивается все индивидуальным проектом выполнения магистровской диссертации которая посвящена решению индивидуальных проектов в области фронтирных исследований то есть здесь идут либо задачи компании либо фронтирные исследования нашего ресерча то есть вот примеры некоторых тем приведены связанные с изучением порт по томографии концепция закачки углекислого газа создание методологии и так далее то есть таким образом сама программа по своей плотности настроена на закрытие всех четырех наших классических блоков то есть она направлена на получение на обучение людей новым знаковым системам которые они знают на подготовку в области профессиональной деятельности на образование через групповую работу и через участие в системе во всей цепочке создания ценностей соответственно на воспитание через достаточно жесткую дисциплину следующий слайд кореньки пожалуйста у нас как бы несколько моментов первых я уже сказал что правовое поле этой программы это переподготовка программа переподготовки с английским дипломом магистратуры в нее в обязательном образом то есть условия ее эффективности добавляется новое содержание которое является опытом прикладных исследований проблемами которые можно точно назвать проблемами нам не удалось за 20 лет создать ни одного аналога такой программы в университете и она по-прежнему да то есть несмотря на более тысячи выпускников в университете эта программа остается Гринфилдом который некоторым сложным образом взаимодействует с остальным университетом и еще один момент сказать насчет стоимости обучения насчет системы практически все выпускники в процессе обучения уже в основном к концу обучения ну то есть и как исключение после группового проекта подписывают договора с компаниями которые оплачивают их обучение обязуются отработать в них порядка ну там три года или в зависимости условий да то есть в данном случае только крайне малая часть выпускников которые не распределяются назову это так и соответствующим образом не ну оплачивают свое обучение либо сами либо начинаются взаимоотношения другого характера это определяет в том числе заинтересованность борда который принимает групповые проекты и участвует в защите индивидуальных проектов потому что они достаточно внимательно смотрят на систему следующий слайд у меня все в общем-то на этом да спасибо Леонид Григорьевич я может быть для экономии времени попробую ряд вопросов вам задать от пересказывает то что есть в чате первый вопрос был связанный с CDIO известной технологией придуманной MIT вместе с группой других вузов употребляете вы ее если употребляете то почему прошу вас в указанной программе технологии CDIO не используется сейчас используются скорее подходы системного мышления CDIO это скорее про создание каких-то в моем понимании более грубо скажу железячных продуктов она скорее должна быть применена к другому профилю подготовки спасибо был вопрос связанный с индивидуализацией персонализацией и соответствующим институтом тьютеров если вы применяете такую индивидуализацию по вашей схеме вы ее применяете на последней фазе во всяком случае точно есть ли у вас какие-то алгоритмы схемы модели формы сопровождения этого например тьютерская нет здесь тьютерской формы как таковой не выделено на последней фазе у обучающихся в рамках индивидуального проекта присутствуют два руководителя два куратора фактически куратор от компании и куратор от центра которые фактически руководят и направляют индивидуальный проект в рамках группового проекта здесь скорее преподаватели целиком смотрят и выступают в роли не тьютеров а больше модераторов процесса некоторой коммуникации ну опять же помогая в консультациями при непонятных вещах скорее в области направления на то место где можно добрать недостающих академических знаний или конкретной помощи если необходимо разобраться с конкретным софтом или конкретно техническим вопросом спасибо от меня вопрос Леонид Григорьевич в продолжение этой же линии с индивидуализацией с чем связана такая логика что вы после группового проекта переходите к индивидуальной персональной работе это это традиция которая была связана с тем что вы работаете с Эдинбургом это логика освоения материала и обязательно должен быть потом индивидуальный проект или это традиция политеха что в общем все заканчивают собственным дипломом и сами защищаются за свою разработку скорее последняя история в смысле того что в любом случае каждый человек должен защитить диплом со своей разработкой то есть здесь мы этот вопрос рассматриваем и в принципе Эдинбургская традиция этот вопрос тоже поддерживает то есть диплом у человека должен быть я ваш вопрос немножко разверну может быть тем образом что пока в линейном плане индивидуальный проект расположен после группового но уже сейчас происходят периодически некоторые смещения и на при индивидуализации при достаточной мотивации выходы и начало проработки индивидуальных проектов начинаются несколько раньше но в целом он обязателен именно в том последнем блоке и все-таки уточню раз у нас разговор про образование и про методику означает ли это если вы это анализировали создатели программы что в групповом проекте не видно всего того набора индивидуальных умений индивидуальных компетенций которые вы хотели бы зафиксировать бумажкой какой-нибудь дипломом или чем-нибудь еще и требуется индивидуальная работа мы вот не могу сказать не видно я перефразиваю скажу мы не видим не потому что мы не видим потому что у нас очков пока соответствующих нет чтобы отследить в групповом проекте полностью индивидуальную работу каждого человека плюс индивидуальный проект все-таки все-таки групповой проект не предполагает фронтирной работы ну то есть работа над фронтирными задачами да то есть это имитация деятельности в системе разделения труда в этом смысле индивидуальный проект необходим нам для того чтобы ребята попробовали себя еще и в этой позиции которая является исследовательской в той или иной степени ну вот поскольку вы употребили это слово и как раз Владимир Игоревич вчера проводил это развлечение между инженерным мышлением и исследовательским мышлением вот от него как раз вопрос а каков социальный состав ваших участников этой программы я сознательно употребил слово не студентов а участников я не знаю как вы их называете у себя хотя это это важно социальный состав уточняющий вопрос Владимир Игоревич в каком ключе кто это такие какого они возраста откуда они пришли какое у них образование куда они живут кто это такие так я бы назвал авантюристами в некоторой степени потому что когда они заходят они не знают будет ли за них кто-то платить или нет у них есть первый не знают они подписывают договор между собой лично и университетом в целом они лично обязываются выплатить этот миллион если в результате обучения их компания возьмет и признает их ну в основном так и происходит фактически тогда соответственно заключается трехсторонний договор компания выплачивает деньги не всегда это происходит то есть авантюрная жилка обязательно должна присутствовать в этом вопросе интересно спасибо был вопрос когда смотрели логику вашей программы кто-то увидел аналогию там с какими-то agile делами если можете прокомментируйте пожалуйста agile логика и логика вашей программы ну здесь скорее логику следует agile если рассматривать это логика группового проекта то есть это работа внутри группового проекта в данном случае я не могу сказать что там она присутствует и систематически ставится да то есть здесь хотя опять же команды смотрят и работают по-разному то есть я не могу сказать что agile является необходимой частью любые методы групповой работы которые выбираются данной командой приводят к результату являются приемными еще вопрос я продолжу достаточно простой преподавательский состав охарактеризуйте его как-то с разных сторон какая часть традиционные люди из ТПУ какая часть привлеченных и какие комбинации у вас тут работают сейчас у нас следующая история то есть все преподаватели которые практически все преподаватели которые работают это люди из ТПУ классических преподавателей профессоров присутствует наверное порядка там ну могу в цифрах сказать но незначимый порядка может быть 30% к работе по курированию людей и по помощи им привлекаются инженеры работающие в центре которые занимаются реализацией этих проектов с Эдинбурга у нас сейчас работает один профессор энтузиаст которого мы привлекаем к этим работам на первых этапах довольно много людей преподавало с Эдинбурга на единственное туда привлекаются внешние люди в массовом количестве на сдачу экзаменов то есть их задача просто следить за тем чтобы студенты не списывали потому что они являются независимыми не погруженными в этот вопрос еще одно уточнение в связи с этим вы сказали уже про КЦП что это к вам не имеет отношения вы соблюдаете какие-то соглашения может быть с вашими генбургскими коллегами соотношение преподаватель студент вы на это хоть как-то ориентируетесь и какое оно у вас по факту не могу ответить Андрей Евгеньевич я уточню этот момент по-моему это не описывалось соотношением с Эдинбургом но я в детали не могу сейчас ответить я направлю этот ответ да это пресловутое соглашение 1 к 10 1 к 12 которое так сказать соблюдается у нас и нужно ли вам его соблюдать хорошо тогда оставили за скобками насчет нужно могу ответить насчет какое оно есть какие требования с той стороны не могу насчет нужно нет не нужно я вас не как особо не как особо надзор спрашиваю я имею в этом смысле что в данном случае наша задача обеспечение экономической целесообразности реализации программы мы исходим из этого при неснижаемом качестве потому что товар мы продаем на внешнем рынке вот у Валентина Георгия Валентиновича из ВИФИ есть вопросик я вижу поднятую руку прошу вас Георгий Валентинович спасибо спасибо Андрей Евгеньевич Леонид Григорьевич вот такой вопрос вы обронили фразу что классическая подготовка в нефтегазовой области в бакалавриате как бы даже мешает не помогает а мешает и в этом смысле вот хотелось бы вопрос такой задать а с чем на ваш взгляд это связано с тем что в бакалавриаты на нефтегазовые специальности идут люди как бы не совсем с хорошей подготовкой и нацеленностью либо все-таки это амбиции которые как-то умирают в рамках этих специальностей нет я бы ни к первому ни к второму как говорится я к третьему отнесусь люди везде одинаковые как говорил Булгаков идут туда в основном мы по балу ЕГЭ тоже видим что эти направления популярны мне кажется что традиционные направления очень практикоориентированы то есть слишком ранняя ориентация в практическую деятельность без изучения да то есть без формирования некоторой естественно научной картины мира то есть вот мне кажется что здесь в принципе как бы вещи там где чуть-чуть физика я грубо скажу где физика чуть добавляется у геофизиков у них получше где чуть-чуть больше прикладных вещей начинают условно говоря не законы мироздания изучать а некоторые нонограммы и таблицы там уже начинается чуть хуже и как наши коллеги шутят да то есть ну как бы люди поступающие в магистратуру если они не падают в обморок при виде интеграла то у них есть шанс достаточно хорошо ее закончить но чтобы было понимание потому что концепции совершенно другие мне очень сложно представить себе классическое образование в области нефтегазового дела которое оперирует теорией вероятности и статистикой на достаточно хорошем уровне хотя это то что необходимо сейчас с реализацией в том числе цифровых заданий и те уровни вот то что я показывал в табличке это базовые требования софта которые ставит сейчас работодатель насколько я понимаю есть эти программы вы фактически говорите что фактически я говорю что наши программы почему я говорю что у нас взаимодействие с университетом в ТПУ есть программы эти программы нуждаются в пересмотре в переосмыслении в перезапуске в них есть проблемы тут что греха таить я позволю себе последний вопрос Михаил Корняков Ирниту прошу вас Добрый день Данил Григорьевич вы когда представляли матрицу пирамиду компетенции у вас прозвучало что эти компетенции предлагает общество инженеров есть информация как это общество инженеров представлено организованно и по каким медовым принципам они все-таки определяют какие компетенции нужны скажем так матрица компетенции это не общество инженеров это американский департамент труда а профессиональные компетенции на этом уровне это общество американское общество инженеров то есть я не могу точно сказать как они организованы и определяют это дело но именно по этой области но в американской системе профессиональные сообщества являются независимыми потому что как правило оплачиваются своими членами и живут на деньги своих членов. И они вырабатывают некоторые рекомендации, которые не являются обязательными, но к которым достаточно сильно прислушивается сообщество. Потому что, опять же, это такая традиция культуры. Я бы сказал сейчас так. Уклончиво точно сказать не могу. По принципам работы конкретного общества. Спасибо. Леонид Григорьевич, спасибо вам за доклад. Мы и оставил за скобками вопросы, связанные с английским языком. Если хотите, на них отвечайте. Мы переходим к Олегу Александровичу Кравченко, Тульский университет. Олег Александрович, прошу вас. Ваш доклад. Добрый день, уважаемые коллеги. Анна Евгеньевич, добрый день. Мой доклад о подготовке инженеров, я бы сказал, это более такой рефлексивный доклад, который на основе моего опыта работы в двух университетах, предыдущего опыта работы в Новочеркасском политехническом институте и нынешней работе в Тульском государственном университете. Можно следующий слайд? Работая долгое время в Новочеркасском политехническом институте и в позиции не только проректора, но и заведующего кафедрой, хотел бы поделиться некоторым опытом, чего удалось добиться, как построена система подготовки. Основное, что в области образования удалось выделить ядро для дисциплин для всех направлений подготовки и ядро дисциплин для так называемой профессиональной подготовки в рамках факультетов, что существенным образом удалось и снизить нагрузку, и достичь некоторых других результатов. Можно следующий слайд? На основании этого я бы сказал следующее, что вот единый фундаментальный образовательный модуль с последующим выделением специализации на старших курсах позволил с одной стороны обеспечить унификацию, в том числе организовать лучше подготовку для ребят, которые к нам приходят иностранцы, позволил сформировать вот такую фундаментальную подготовку, отдельно выделенную на иностранных языках, с тем, чтобы после того, как ребята уже получили вот такую фундаментальную естественно-научную подготовку, могли перейти фактически на подготовку на русском языке в любом направлении подготовки в рамках различных факультетов. Выделение ядра факультетов, единых дисциплин на факультетов позволило с одной стороны отложить специализацию и самоопределение студентов, с другой стороны, в качестве недостатков я бы отметил, это отсутствие навыков междисциплинарной проектной деятельности. И вот специализация в рамках обучения и направления подготовки, оно с одной стороны позволило развить качественные профессиональные знания, с другой стороны, фактически в классическом образовании отсутствует система диагностики, торинга, и ребята фактически выбирают направление подготовки, в общем-то, самостоятельно, с учетом своих каких-то видений. Можно сказать, что классическое образование, собственно говоря, приводит фактически может к классической подготовке, с учетом тем достоинств и недостатков, которых я озвучил. Теперь я бы хотел несколько слов сказать о проектном обучении на базе научной инфраструктуры. Так сложилось, что в процессе, в общем-то, исторической работы университета, в университете есть ряд структурных подразделений, которые составляют из себя небольшие группы, там, от 10 до 40-50 человек, которые выполняют научные исследования и разработки. Как правило, больше всего это опытно-конструкторские работы, в некоторых случаях элементы производственной деятельности, которые выпускают определенную продукцию. И вот такая научная инфраструктура позволяет, в общем-то, в университете содержать сотрудников основным видом деятельности, которых является выполнение в основном опытно-конструкторских работ и изготовление мелких серий продукции, а преподавание как бы у них является вот таким вот, ну, вторичным и, в общем-то, звеном. Особенность руководителей, которые осуществляют эти работы, в том, что они работают и привыкли работать в рыночной логике, то есть практически выполняя все виды системы разделения труда малого научно-производственного предприятия. И за счет работы того, что руководители и сотрудники таких подразделений участвуют, в том числе в образовательном процессе, происходит отбор наиболее талантливых студентов, и они потом вовлекаются в те проекты, которые осуществляют данные структурные подразделения. Данный механизм сложился скорее для подготовки кадров для себя, чем для подготовки инженеров вовне, для сторонних потребителей. Можно следующий слайд? В качестве решения, как я уже сказал, приема наиболее талантливых, какие достоинства возникают? Что основные преимущества, что ребята участвуют в опыте реализации реальных проектов в составе коллективов. И здесь у них, как правило, правда, из недостатков, что формируются не все компетенции, но, как правило, это отсутствие навыков управленческой деятельности, организаторской работы, потому что им поручают, в общем-то, конкретный вид. Как я уже сказал, это не имеет массовый характер и в основном ориентировано на подготовку для самих себя. Хотя много ребят и потом продолжают свою работу деятельности в других местах. Ну и другой момент, что вот работа с конкретным наставником, который, собственно говоря, и работа по реальным проектам, приводит к тому, что студенты в основном неплохо развивают свои компетенции и формируется такая как бы преемственность поколения. С другой стороны, специализация студента формируется в конкретной области и, как правило, они ведут между собой один авторитет, то есть авторитет наставника. Можно следующий слайд? Вот здесь я еще бы хотел сказать о нескольких моментах, которые тоже имеют место. И вот мои, скажем так, суждения по области системы формирования на профессиональные компетенции. Это вот различные гуманитарные, управленческие дисциплины, дисциплины, связанные с изучением иностранных языков. И здесь надо сказать, что вот опыт подсказывает, что управление, вот формирование управленческих навыков практически не получается и невозможен без организационной деятельности. Ребята, которые не вовлечены, если им не ставится такая задача по управлению, то реальное чтение занятий в общем-то не приводит к фактически формированию таких компетенций. Кроме этого, необходимо, естественно, возникает вопрос о том, какое должно быть гуманитарное образование. Вот сложилось на протяжении многих лет определенные подходы к формированию гуманитарного образования. И понимая чуть дальше, об этом еще скажу, что оно, в принципе, необходимо. Но вот я бы здесь, для меня в последнее время чаще возникают вопросы, какое оно должно быть, такое образование, чтобы могло сформировать целостную картину мира и способность его создавать того, что будет там актуально завтра. Ну и третье направление, которое, на мой взгляд, достаточно такое слабо формирующееся и является недостаточным, это отсутствие навыков достаточно устойчивых в иностранных языках и возможности коммуникации в том числе с различными другими средами, с другими народами. Можно следующий слайд? Вот структура системы подготовки кадров, такая вот, как я сказал, сложилась в университете, в котором я до этого работал, и она представляет примерно такую вещь. Здесь в качестве достоинств можно сказать, что специализированная подготовка специалистов высококлассных осуществляется на базе, фактически, проектной деятельности на базе научной инфраструктуры ВУЗа. Это позволяет, в общем-то, сымитировать систему разделения труда в связи с тем, что это малые группы, и их как-то здесь вот немножко подготовить. И, как я говорил, это основной момент, который идет, в общем-то, связанный с деятельностью для самого университета. Можно следующий слайд? Теперь несколько слов я хотел бы сказать об организации инженерной подготовки в своей нынешней позиции работы. И в основном она связана с подготовкой для предприятий оборонно-промышленного комплекса в Тульском государственном университете. Существующая до этого достаточно длительное время программа подготовки кадров ОПК и длительная система взаимодействия и сильный блок промышленных предприятий ВУЗа позволила, в общем-то, сформировать достаточно такую действенную картину подготовки кадров с участием промышленных предприятий. Но я вот хочу сказать, что за последние пять лет для вот трех я выделил три предприятия. Вот это КБП, Конструкторское бюро приборостроения, Сплав и Стрела. Это одни из лидирующих предприятий Тульской области. Удалось, в общем-то, подготовить достаточно большое количество ребят по целевому приему. Причем основной особенностью, о чем, наверное, имеет смысл сказать, что, как правило, эти ребята, которые заходят на целевой прием, они имеют исходные баллы по сдаче ЕГЭ существенно выше, чем ребята, которые заходящие под общему конкурсу. И предприятия сами уделяют достаточно хорошее совместно с нами, проводят работу по профориентации и по занятии вот со школьниками таким образом, чтобы этих ребят в дальнейшем набрать для себя вот для работы на предприятии. Теперь, если говорить об реализации образовательного процесса, общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины формируются в Тульском государственном университете, а вот профильные дисциплины, если говорить вот по трем вот этим основным предприятиям, большинство реализуются с специалистами этих предприятий и с использованием, в общем-то, лабораторной базы этих предприятий. Здесь нужно сказать, отметить, что еще ряд кафедр в университете возглавляют ну или главные конструктора, или руководители подобных предприятий, что позволяет, ну более легко реализовывать подобную коммуникацию. Ну и вот из основных особенностей, которых я отмечал, это то, что занятия проводят ведущие специалисты практики и используются в учебном процессе то уникальное оборудование, которое университет не всегда может, в общем-то, располагать в своей приборной базе. И тематики проектов, которые формируются для вот курсовых и дипломных работ, они все-таки имеют реальное отношение к производимой продукции. Ну, естественно, иногда это имеет специфику, связанную там с ограничением доступа к подобной информации. Ну, можно теперь следующий слайд. Таким образом, следующий слайд можно? Таким образом, собственно говоря, в процессе вот такого проектно-ориентированного обучения, когда специальные курсы ведут представители предприятия и многие занятия приходится, ну, в рамках, правда, так называемой практической подготовки осуществлять на предприятии, позволит формировать так называемые вот сквозные проекты. Но здесь возникает и главная задача, и вот Андрей Евгеньевич правильно в самом начале поставил такой вопрос, а кто же должен руководить таким проектом? И этот вопрос, ну, становится достаточно существенным. В моем видении, это тот, кто регулярно выполняет и решает подобные задачи. Либо задачи на предприятии, либо задачи, которые он решает регулярно в университете. И здесь, в общем-то, возникает такая, как бы, моменты и вопросы, связанные с традиционным требованием ранжирования ППС, которыми мы классически привыкли, в общем-то, в университете, которые складывались у нас годами. Можно следующий слайд. Ну, здесь я вот попробовал сформулировать на основании вот двух таких моего опыта работы в двух университетах проблематики, которые я вижу в рамках системной вот инженерной подготовки. Но хочется сказать, что большинство наших ребят, которых мы выпускаем, фактически, на мой взгляд, плохо воспринимают такие компетенции, как возможность конструировать и предвидеть будущее. То есть, вот я не зря сказал об управленческих, об гуманитарных направлениях дисциплины и задаюсь вопросом, какие они должны быть. На мой взгляд, об этом нужно, в общем-то, серьезно думать и как их формировать. Второе – это, наверное, отсутствие системы, ориентированной формированием междисциплинарного подхода и межкультурных коммуникаций. Тоже достаточно важные моменты, потому что все-таки больше привыкли решать задачи в области конкретного мононаправления, в лучшем случае в рамках направления укрупненной группы специальностей подготовки. И необходимость, собственно, более массово приходить к развитию проектной культуры и в рамках этой проектной культуры ставить не только навыки, вот классические инженерные компетенции, но и навыки управленческие, организационные навыки таким образом, чтобы специалист мог бы готовить и видеть уже сам себя в роли такого организатора или главного конструктора выполнения различных проектов, ну, естественно, через какое-то время. Можно следующий? Ну, и вот здесь еще одну проблематику, которую я хотел бы отметить вот в развитии личности инженера и то, с чем складываюсь, сталкиваюсь тоже вот в общении с ребятами, что студент, когда активно вот работает с определенным наставником и долго остается, особенно вот если потом магистрская, аспирантская подготовка, то, как правило, он видит перед собой один авторитет, одного авторитета и очень слабо видит вот развитие такой целостной картины мира и может формировать движение по такой вот карьерной лестнице. Можно следующий слайд? Ну, и здесь я, в общем-то, в связи с тем, что сейчас стоит задача с проектированием нового направления и решением подобных проблем мы посмотрели различные кейсы, которые складываются и вот то, чем, собственно говоря, занимаются в различных странах. И одним из вопросов, связанных это вопросов с проектированием так называемого самообразования, то есть с подготовкой и с разработкой такого инженера и созданием такой программы инженера, который может видеть и с видением задач, способных создавать то, что будет делать сегодня. Ну, вот я вкратце здесь показал то, что сейчас прорабатывается и то, что вот реализуется в кейсах различных иностранных университетов. Можно следующий слайд? Вот. И здесь мы рассматриваем на основании этого подходы, связанные с персонализацией образования, как я сказал, с персонализацией, с участием инженерных партнеров, индустриальных партнеров, с вовлечением их большего количества в работе университета и с формированием фокуса на проектном мышлении и командной работе. Можно следующий слайд? Вот. Рассматривается у нас следующая модель подготовки специалиста, которую мы рассматриваем, то есть это формирование в использовании профессиональных навыков, работы в коллективе, формирование управленческих навыков в личной эффективности и коммуникативности. Можно следующий слайд? Ну и вот сейчас мы работаем над модулями программы подготовки, которые в нашем понимании мы должны таким образом спроектировать, чтобы сложить новую структуру подготовки инженерных кадров в Тульском государственном университете. На этом Андрей Венеевич, мой доклад закончен. Спасибо, Олег Александрович. Если вы не против, давайте ответим на ряд вопросов. Они появились в чате. Итак, вот тут сразу вопрос про, ни больше ни меньше, про артс. Я не буду комментировать, что имеет в виду автор. Можете ли ответить на этот вопрос, если вы его понимаете? Ну, я его понимаю. Несколько, наверное, понимаю. Я не посмотрел, как вопрос конкретно сейчас или он сформулирован. Речь идет о, скажем так, о творческой составляющей в подготовке инженер. То инженер должен быть не только чисто классический, ну, как бы, с таким фундаментальным, условно, реинженерным мышлением, но он должен формировать еще какие-то и быть, иметь творческие, творческие кинонаклонности. Я это направление вижу к тому, что человек должен в инженерном плане рассматривать не просто решение какой-то физической задачи, но еще подходить к этому времени, ну, скажем так, к дизайну некоторых моментов. Ну, и, например, и наиболее ярким для меня таким вот видом, условно говоря, отношения не просто решения классических там инженерных задач, а и дизайнных задач, наверное, ну, является фирма Apple, которая к этому делу подходит с точки зрения изучения не только культуры рынка, ну, как этого, но и создания вот дизайна своих продуктов. Так, у меня вопросик будет вам, Олег Александрович, я сразу извинюсь за некоторую его провокативность. Вот смотрите, вы говорите, что примерно начиная с какого-то этапа, вам лучше студентов не беспокоить и отправить их в соответствующие подразделения, соответствующих организаций, чтобы они там учились. Собственно говоря, и схема физтеха на этом была построена, когда исторически складывается, начиная со середины третьего курса, ребята уходили в лаборатории и так далее и тому подобное. Много схем подобного рода. Означает ли это в этом провокации, что вам больше им в становлении их как инженеров, проектировщиков, конструкторов, как вуз, как вуз сообщить нечего? Из какого-то этапа, например, там, с середины третьего курса, с середины четвертого курса. Ваш пример с новочеркасском об этом ярко говорит, про научную инфраструктуру. Их нужно отдать в умелые руки, и они там дойдут до нужной кондиции. Андрей Евгеньевич, вопрос, я понимаю, провокационный достаточно. Я могу сказать, что если в университете ведутся опытно-конструкторские работы или хотя бы исследовательская деятельность по определенному направлению подготовки, в рамках которого будут реализовываться и выполняться проекты, и это направление достаточно хорошо развито в университете, то его, на мой взгляд, достаточно эффективно можно реализовывать в университете. Если же такого направления нет, то дальше следующий вопрос серьезно возникает, вот как я сказал, кто должен руководить этими проектами. И здесь, с одной стороны, я вижу эту ситуацию таким образом. К сожалению, наверное, полностью вовлечь в это дело всех предприятий, наверное, будет достаточно сложно. Поэтому формат, скорее всего, предполагается, здесь будет смешанный, что предприятие будет формулировать, и специалисты, главные конструкторы предприятия формулировать, главное, скажем так, задачи, которые необходимо решать, и обеспечивать декомпозицию определенных задач, и участвовать, вот, как предыдущий коллега говорил, там, ну, в борде определенном по принятию решения, а во текущую работу будут все-таки проводить сотрудники университета, которые ежедневно или там, ну, там, или раз в неделю хотя бы должны очень активно работать с этими сотрудниками. К сожалению, я думаю, что массовая подготовка с участием предприятия будет достаточно сложно происходить, потому что у них эта деятельность является, как бы, не основным. Да, Владимир Игоревич, вижу Вашу руку, прошу Вас. Да, спасибо, Владимир Игоревич. Олег Александрович, я на понимание хотел спросить, правильно ли я услышал, что по отдельным направлениям, Вы сказали, у Вас балл целевиков существенно выше, чем балл поступающих на бюджетные места? Да, Владимир Игоревич, для меня это было тоже, я... А вот Вы могли бы как-то прокомментировать, да, причины этого? Да, да, это действительно очень интересная ситуация. Предприятия, ну, в частности, это больше связано, например, с Конструкторским бюро приборостроения и сплавом. Это два предприятия, которые являются, ну, лидеры, Вы, наверное, знаете, оборонной промышленности в Тульском регионе. И наличие вот специальных, во-первых, классов, в которых ведется подготовка, в том числе с участием сотрудников университета, но это в первую очередь по физике, безусловно, и по информатике. Предприятия проводят, ну, скажем так, такую работу, и на предприятии же достаточно много работает и родители потенциальных будущих выпускников. Они примерно представляют то, куда ребята дальше пойдут. И наличие целевого места предполагает, что человек точно придет на это предприятие. И, кроме всего прочего, это связано с различными формами поддержки, ну, таких состарных предприятий, которые осуществляются. Ну, и вот так, да, ситуация складывается, что во многих случаях эти ребята имеют более существенный балл, и они однозначно бы прошли бы по общему конкурсу. Это вот есть такая вот особенность, я понимаю четко у вас вопрос, который, ну, действительно, он удивителен достаточно и редко. Но я положительную сторону повернул таким образом, что это показывает, что вот когда эта история погружена в правильную социальную обвязку, то она работает. Вот ваш пример. Да, да. Спасибо. Коллеги? Да, у меня, сейчас, секундочку, прошу прощения. Вот у меня такой вопросик. Как ваш университет планирует решать вопросы о программах в области конструирования будущего? Знак вопроса. Готов ли университет стать площадкой для российско-финского партнерства, разработки и проекта, и апробации подобной программы вместе с Томским университетом? Это лаборатория программ фьючер грамотности. Ну, с Томским университетом готовы, безусловно, сотрудничать всегда, вот, и с руководителем. В общем-то, готовы на эту тему общаться, несомненно. Что касается предвидения видеть будущего, я обозначил эту проблему. Скорее всего, для меня это сейчас вопрос, как это направление, в общем-то, сформировать. Я об этом достаточно много размышляю. Я вижу, что выпускники в большинстве своем готовы решать инженерную задачу, но не готовы видеть рынок и не готовы видеть бизнес, и тем более предвидеть далеко. К сожалению, вот, в моем понимании, что большинство выпускников инженерного направления, они именно такие. Ну, по моему опыту. Олег Александрович, у меня вопрос, может быть, отчасти в связи с тем, что вы говорили, и больше апеллируя к вашему опыту замечательного Новочеркасского политеха, который известен рядом очень интересных решений в инженерии и в технике, ну, и выпускниками своими знаменит. Если вы на эту тему когда-нибудь размышляли там или здесь уже в ректорской позиции, вот если бы мы убрали, как предыдущий доклад Леонида, так сказать, ограничения, связанные с бюджетным финансированием и прочими нормативными уравнивающими вещами, то с вашей точки зрения и вокруг вас, второе, очень важный момент, есть соответствующая научно-техническая инфраструктура, сейчас чаще употребляют слово экосистема, вокруг есть. Вот сколько бы надо было учить их, прежде чем отдать практическую деятельность, там, с сопровождением, без сопровождения и так далее. Вот если отвлечься от традиционных моментов, что там есть нормативный срок пребывания на первом, втором, третьем, четвертом курсе, какой этап времени требует для формирования базы, для того, чтобы потом прыгнуть в предметную область? Тем более, что у Томского политеха перевернутый пример. Там люди заходят без предметной области, имея хорошую базовую подготовку и очень быстро ее осваивают. Так что и компании потом с удовольствием разбираются. Я апеллирую к тому примеру первого доктора. Я думаю, что три года примерно. Три года? Да. Может быть, два с половиной в некоторых случаях. Спасибо. И еще вопрос пришел про гуманитарную подготовку, настойчиво вас спрашивают. Все-таки, если можете, прокомментируйте, а если нет, то можете оставить на будущее размышления. Как вы считаете? Смотрите, я почему, собственно говоря, об этом сказал и задумываясь о гуманитарном направлении. К сожалению, современные ребята, которые приходят, они сформированы с использованием интернета. Есть многие социальные сети и так далее. И во многих случаях вот такие социальные коммуникации между ребятами и понимание и знание вот такой системной картины мира достаточно, не у всех, собственно говоря, не у всех присутствует. Но традиционная система, которая у нас складывалась вот в области гуманитарного образования, это вот там философия, там социология, там и ряд других там предметов, которых этих, с тем традиционным содержанием, которое мы привыкли видеть в этих предметах, на мой взгляд, не совсем отвечает вот этим вот задачам. И еще добавил, в рамках того традиционного обучения, которое связано обычно там с лекциями, семинарами. На мой взгляд, здесь должна быть немножко, во-первых, другой контент с точки зрения гуманитарного образования. И второе, здесь должны быть больше, наверное, основаны на каких-то групповых работах в группах и с формированием, ну, с изучением каких-то определенных тем, с возможностью в такой вот учебной игровой форме развивать в том числе коммуникативные навыки. Может быть, в некоторых случаях, если в университете работают и обучаются иностранцы, может быть, в общении даже с иностранными и другими группами студентов, чтобы развивать в том числе коммуникации, ну, международные. Я все-таки прошу всех следить за микрофонами по мере возможности. Это не очень сложная техника. Хорошо. Тогда, уважаемые коллеги, я вижу, что вопросы уже повторяются. Не будем вас, Олег Александрович, будем в эту же точку гуманитаристить. Я прошу прощения, сам себе отключил звук. Я очень ценю ваше политкорректное замечание, что не совсем отвечает, если не сказать жестко, совсем не отвечает зачастую гуманитарная подготовка к тому, что происходит. Кстати, я хочу напомнить, может быть, ряд слушателей знает, что в 90-х годах физтех ставил очень интересный эксперимент, развернутый по гуманитарной подготовке для физиков и математиков. Это пользовалось огромной популярностью среди студентов физтеха, те лекции, которые там происходили в 90-х годах. Так что это совсем не запрещенная область университетского экспериментирования. Я благодарю вас, Олег Александрович. Мы переходим немножко с опережением плана к следующему докладу. Дмитрий Станиславович, вы готовы? Да. Да. Меня слушно? Как-то вас очень тихо. Попробуйте поближе микрофончик или что-нибудь еще. Так, сейчас, секунду. Извините, пожалуйста, пока идет настройка, у меня обращение. Ирина Постоленко, не включайте, пожалуйста, микрофон, он у вас фонит, иначе мы вас выведем из конференции. Спасибо. Благодарю, Сергей, за призыв до дисциплины. Следите, пожалуйста. Да. Меня слышно сейчас? Да, Дмитрий Станиславович, прошу вас. Аспекты подготовки кадров биоаналитического прибора строения может быть немножко в провокационном ключе для оживления дискуссии. Слайд, пожалуйста. О чем связано с биомедицины для биотехнологий, для лаборатории ЭКО направления? И речь идет о средних и малых приборах, в первую очередь. И вот эта область био, и особенно био малая и средняя, традиционно отстающая в РФ со времен Союза, мы имеем проблемы с технологическим уровнем медицины, биотехнологии и прочего. Естественно, если сравнивать с мировыми лидерами, а не бог весть с кем. ...фрезать трассу, догнать лидеров без особых затрат. Слайд? Следующий слайд, если можно. Соответственно... ...интегральных биоаналитических систем. В этой лаборатории акцент сделан на лабораториях на ЧП и на лабораторных роботах. И то, и другое обеспечивают автоматизацию, мультифакторность анализов и доступность. Комбинирование различных аналитических систем в единые системы создает в том числе и уникальные приборы, аналогов не имеющие, и при этом позволяют выходить на рынок достаточно доступных приборов. Поэтому акцент лабораторий именно на комбинации существующих методов. Слайд, пожалуйста. Сегодняшний разговор я построил вокруг вопросов, предложенных организаторами. Они будут выделены в слайдах желтым. И, соответственно, первый вопрос. Как же устроена система разделения труда? То есть, серия, о которой мы говорим. И мы смотрим на нее через призму группы разработки приборов, как минимальную единицу, о которой имеет смысл говорить, которая вписывается в мировую систему разделения труда, в мировой рынок, но которая несет при этом свою внутреннюю систему разделения труда, набор компетенций, заполняемых доступными кадрами. Слайд, пожалуйста. Как и любая группа разработчиков... Не слышно ничего. Дмитрий Станиславович, у вас пропал звук. Похоже, что там проблема с интернетом на стороне Дмитрия Станиславовича, поэтому пропадает. Да, обсуждаем очень сложные вещи, а интернет не работает. Дмитрий Станиславович, можете ли вы что-то поправить у вас с интернетом и со звуком? А если бы это была связь беспилотного КамАЗа с спутником? Я думаю, вам надо видео выключить в надежде, что звук станет нормальным. Так, ну, друзья, может быть, пока пообсуждаем просто еще эти предшествующие доклады. Я могу открыть сессию вопросов и ответов. Пишите, пожалуйста. Там у Олега Борисовича, коллеги, у Олега Борисовича Алексеева был вопрос интересный. Андрей Игоревич его смягчил про СИДИО. У него было, почему СИДИО потерпела фиаско там или как-то, значит, я сейчас не помню. Закончилась неудача. Очень интересный вопрос. Я его неоднократно из Кроули обсуждал. Вот моя точка зрения, что в пассивной форме это происходило. То есть рассказывали преподаватели о проектах, в которых они сами не принимали участие. О воспоминаниях, рассматривая кейсы и так далее, и так далее. Потом это была выхвачена, ну, типа учебная практика, да, на каком-то этапе Learning Factory полезно. Но наиболее, конечно, важно и интересно, это когда реальные проекты, реальные сроки, реальный заказчик, реальные задачи и так далее. Тогда это, ну, в такой, в кавычках, в боевой обстановке все происходит. Вот. Ну, это мой ответ. Просто я увидел, выскочил в чате. Ну и, соответственно, вот решил ответить. Тем более у нас пауза сейчас. Я не знаю, Олег Борисович есть тут с нами, слышит, нет? Да, Олег Борисович этот вопрос задает регулярно. Регулярно, да. Значит, с упорством, достойным лучшего применения, да. Значит, любую идею можно так начать реализовывать, что от нее на камне не останется. Коллеги, вот смотрите, по-моему, очень важный был один вопрос о гуманитарной составляющей. И мою точку зрения вы, наверное, все знаете. Я исхожу из того, что нужна более широкая картина мира. Условно можно назвать ее деятельностно-природной. Научная картина мира – это только часть. А, собственно, второй составляющей является деятельностная или проксиологическая картина мира. А вот все эти прекрасные дисциплины типа психологии, социологии – это только маленькие предметные кусочки от этой второй составляющей картины мира. Безусловно, они могут быть калиткой в антологию, но не могут ее заменить. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, содержание контента надо менять. Это раз, Петр Георгиевич. А второй раз надо сказать, что, и это было в докладе Кравченко очень завуалированно и политкорректно сказано, что сама форма, в которой это обсуждается, лекционно-семинарская, не годится и уже в нынешнем состоянии никого не возбуждает для того, чтобы передавать это содержание. И этот момент тоже чрезвычайно важен в так называемой гуманитаристике, в инженерной подготовке. Но вот Дмитрий Станиславович не понимает, что связь не работает с его стороны. Он пишет, у нас связь восстановилась, значит… Сейчас связь не восстановилась с моей стороны? Восстановилась. Вот сейчас слышно, да. Отлично. Тогда, может быть, попробуем продолжить на оставшееся время. Да, прошу вас. Если можно, вы видите. Вы на этом слайде остановились. Так, ага, а у меня, значит, этот слайд просто не показывается. Давайте я буду по номерам слайдов называть, и мы пойдем просто в голосовом режиме. Сейчас это слайд пятый, так? Для кого и какой продукт производим? Да, прошу вас, с этого места мы, наверное, остановились. Прошу вас. Шестой слайд, пожалуйста. Компетенции специалиста в биоаналитическом приборостроении. Пожалуй, это самый широкий набор компетенций для инженерии, поскольку он включает и био, и хим, и инженерию как таковую, и все сопутствующие области. Поэтому подготовка специалиста компетентного во всех этих областях приведет к показанному на картинке в рамках базового образования и должна формироваться всю жизнь. А вот комбинации некоторых из этих компетенций важны и востребованы для производства разнообразия продуктов. Седьмой слайд, пожалуйста. Самый интересный вопрос первой категории от организаторов – это тенденции изменения CRT и как оно влияет на подготовку специалистов. Опять-таки мы смотрим на CRT с точки зрения группы разработки, находящиеся между глобальной системой разделения труда и внутренней. И считаем, что кадровый рынок определяется динамикой средств производства. И в этом плане предсказание изменения динамики средств производства – самая сложная задача инженерного образования. Восьмой слайд, пожалуйста. Специалист должен соответствовать средствам производства и, соответственно, производство, опирающееся на современные средства производства. Заявка на лидерство – замечательно. Но девятый слайд, пожалуйста. Образовательная программа является гораздо более сложной и амбициозной задачей, если она ориентируется на будущий рынок, на тот рынок, который возникнет к моменту выпуска специалистов. По крайней мере, в биоаналитике, поскольку все очень динамично и очень меняется. И требуется обладать некими способностями к предвидению для того, чтобы обеспечить адекватный уровень подготовки. Десятый слайд, пожалуйста. Мы, соответственно, опираемся на производственную базу, которая является потребителем подготавливаемых кадров и определяет кадровый рынок. И, в свою очередь, зависит от базы технологической и от рынка. Причем ключевым и объективным моментом является технологическая база. Рынок создает флуктуации, но, тем не менее, вторичен по основанию к ней, по отношению к технологической базе. И одиннадцатый слайд, пожалуйста. Какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы предсказать развитие средств производства? Самый очевидный и базовый инструмент – это динамика развития средств производства. И он же самый бесполезный в чистом виде, поскольку тогда, когда мы видим изменения в динамике, нам уже поздно реагировать. Поздно создавать производство, ну, не всегда поздно, но часто поздно создавать производство и тем более поздно создавать новую образовательную программу. В этом плане интереснее смотреть на область применимости и потенциал дивергенции, то есть использование технологии, средств производства точнее, в смежных областях и в областях иных, исходно не используемых. В нашем случае наиболее интересна транзакция из мейкерства и IT в биообласти. Разумеется, всегда такое предикторство чревато ошибками, и цена ошибки достаточно высока. Но при этом образовательная программа в этой области безрисковая, проверенная временем, практически никому уже и не нужна. Слишком динамически меняется ситуация. И двенадцатый слайд, пожалуйста. Дмитрий Станиславович, мы опять вас потеряли. Продолжение следует... Да, шутка про КАМАЗ оказалась пророческой. Второй КАМАЗ врезался. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, такая форма доклада позволяет слушателям вчитываться в содержание слайдов и успевать размышлять. Пока мы ждем... Жалко этот короткий очень. Коллеги, прошу прощения за проблемы с интернетом. Сейчас меня слышно? Сейчас повторно вас слышно. Вы можете там какого-нибудь инженера попросить, чтобы он держал соединенными провода, чтобы вы не пропадали. Вы нам очень нужны. Помехи разгонял, помехи. Да, и облака. На каком слайде меня перестали слышать? Вот на этом слайде мы с визионерством и находимся. Вот с этого момента, пожалуйста. Визионерство, средства производства и CRT. Хорошо. Если посмотреть историческую перспективу технологического развития, то мы видим, как последовательно возрастала степень разделения труда от натурального хозяйства фактически без разделения труда через кустарное производство и формирование. То есть, через мануфактуры с развитой внутренней системой разделения труда поэтапной и, наконец, через разделение производства средств производства и производства финальных продуктов, которые на современном уровне достигли национального и планетарного уровня и не совсем понятно, а куда же им развиваться-то дальше в плане укрупнения. И одна из возможных перспектив – это то, что происходит завершение витка спирали и мы возвращаемся к новому натуральному хозяйству в определенном смысле путем передачи средств производства конечному пользователю на уровне цифровых средств производства. 14 слайд, пожалуйста. Что может обуславливать такой виток спирали? То, что средства производства уже сейчас становятся дешевле, чем производимые с их помощью продукты в определенных ситуациях. И я говорю в первую очередь об экстразионных 3D принтерах и фотополимерных 3D принтерах, доступных в базовой конфигурации менее чем за 10 тысяч рублей. И из вот этой вот дешевизмы этих средств возникает новое качество. То, что я называю, например, мейкерством домохозяек, когда доступный любому FDM принтер, доступный любому набору технологических карт, уже миллионами доступный в свободном доступе. И порог вхождения, сравнимый с кухонным комбайном по сложности, позволяет вынести часть производства на уровень пользователя. Пятнадцатый слайд, пожалуйста. Соответственно, как переход от профессиональных компьютеров к персональным и к смартфонам произвел информационную революцию, так, возможно, переход к цифровым средствам производства на уровне конечного пользователя распространит цифровую революцию на физические объекты. И, соответственно, часть объектов вместо физических станет информационными, передаваемыми пользователю в сетевом виде. И развитие, по крайней мере, части таких средств предполагается экспоненциальным. По крайней мере, к LCD принтерам это точно относится. Аналогично закону Мура для компьютера. Шестнадцатый слайд, пожалуйста. Еще один феномен, также очень спорный, но, тем не менее, на мой взгляд, вполне реальный. Это второй закон Мура и инерция IT-производства, производящая, с одной стороны, фантастические по соотношению цена-качество вещи, и при этом крайне инерционные, невозможные для управления, для заказа малым бизнесом и, тем более, конечным пользователям. Здесь мы приходим к сельскому хозяйству в инженерии. Сельское хозяйство классическое само по себе является феноменом и парадоксом, когда мы выращиваем сложнейшие биологические компьютеры со всей периферии и используем их на мясо, а то и на удобрения. И это экономически оправдано. Весьма вероятно, что мы входим в ту же эпоху для IT-оборудования, когда сложнейшие устройства будут использоваться на доле своего функционала, фактически на мясо, и при этом это будет экономически оправдано, когда мы рассматриваем устройство именно как сырье. 17 слайд, пожалуйста. Самое интересное, что может последовать из этих двух трендов, это планетарного масштаба кружок очень умелой ручки. Когда компетенции специалистов будут размыты ввиду непредсказуемости требуемых комбинаций, граница дилетант-специалист также будет размыта, а миллионы высокотехнологичных производств окажутся в руках дилетантов. И это не только мейкерские производства, это и химия, это и биология. Поскольку на том же самом шасси, на тех же самых комплектующих собираются роботы для проведения химических синтезов, для биологических вещей, включая трансформацию клеток, синтез ДНК, вплоть до производства вирусов и так далее. И здесь мы сталкиваемся с совершенно интересным феноменом, возможным, когда при сохранении темпа развития контроль над всем этим безобразием будет невозможен, а безопасность будет достижима только через опережающее развитие, когда средства противодействия угрозам будут опережать возникающие массовые угрозы. И это вот концепт биобезопасности, который является одной из ключевых в XBIO в нашем институте. 18 слайд, пожалуйста. Что это все визионерство значит на уровне ближних трендов в биоаналитическом приборостроении? Во-первых, многофакторный мониторинг легких диагностических параметров. Все, я думаю, знакомы с умными браслетами, умными часами и прочим носимым оборудованием, которое отслеживает пульс, оксигенацию крови, в некоторых случаях давление крови, уровень глюкозы. И количество измеряемых параметров такими доступными массовыми устройствами будет расти, будет расти быстро и будет интегрироваться в сетевые экспертные системы, которые будут выходить на уровень медицинского персонала лишь в специфических случаях, когда экспертная система по каким-то причинам не может обработать информацию. Также будет расти автоматизация средней диагностики на уровне поликлиники, клинических лабораторий относительно низкого уровня. И я ожидаю, что медицинский персонал уровня техников будет полностью вытеснен роботизацией на базе тех же самых устройств, которые сейчас используются для 3D-принтеров. Это то, чем мы занимаемся в нашей лаборатории. Ну и, наконец, лаборатории на ЧП дадут многофакторность доступного анализа. То же самое распространяется и на биотехнологии, включая сельхоз. Просто цена входа, экономичность несколько более жесткая, но опять-таки массовость приведет нас к распространению таких же устройств и там. 19-й слайд, пожалуйста. Что это значит в смысле подготовки специалистов и в смысле приборов, которые мы разрабатываем и которые будут разрабатывать эти специалисты? Массовость, доступность, многофакторность, автоматизация, средства производства у конечного пользователя, пока в небольшой степени, но во всем более существенной, динамичность привлечения дилетантов со стороны, так называемой citizen science, гаражные стартапы, и как можно более краткий цикл подготовки и разработки. Что это значит в подготовке кадров еще? В первую очередь это обращение тренда. Рынок, продукт, подготовка. Если в стандартной ситуации подготовка кадров является первичной, затем кадры выходят на рынок и изготавливают какой-то продукт в рамках каких-то отлаженных систем, то в быстро меняющихся, динамичных и относительно простых биоаналитических инструментах, первичен рынок, в котором идентифицируется гэп, который можно заполнить, идентифицируется продукт, который можно заполнить, и под него формируется команда, для которой формируется какая-то подготовка, и эта подготовка должна быть максимально быстрой. Двадцатый слайд, пожалуйста. Как производим и что является содержанием подготовки? Это из вопросов организаторов. Общая схема понятна, она, пожалуй, универсальна для почти любой инженерной подготовки и очень сильно варьируется в зависимости от того, кто оплачивает банкет. То ли это подготавливаемый, то ли это работодатель, то ли это бюджет и стратегические инициативы. Двадцать первый слайд, пожалуйста. Чуть ближе к конкретике, но здесь у нас возникают гуманитарные вопросы в каком-то смысле. Подготовка технологии мышления. И в этом плане я смотрю на нее скептически. В числе обязательных дисциплин категорически нет. Великолепнейшая ТРИС, например, до сих пор остается красивым методом, но вот то, что она в формализуемой форме реально приносит пользу, это большой вопрос. И, собственно, даже преподавание формализованного научного метода вещь полезная для общего образования, но для конкретной инженерной подготовки, пожалуй, избыточна. Поэтому в базовом варианте подготовки специалистов под продукт мы это не рассматриваем как обязательное. Двадцать второй слайд, пожалуйста. Из каких модулей состоит программа подготовки? Во-первых, социальная картина мира, на мой взгляд, абсолютно ирелевантна инженерной подготовке в общем виде, но некоторые ее аспекты, несомненно, включены. Я покажу как. Аспекты релевантной разработки и продажи приборов. Системные компетенции. То же самое. Нужны очень небольшому количеству специалистов и, пожалуй, должны преподаваться на базе практических умений, и когда обучаемому становится предельно ясно, а зачем ему это нужно. И это относится к массе других общетеоретических дисциплин. Лучше всего дисциплина изучается обучаемым в тот момент, когда он понимает, а для чего это требуется практически. И это вот акцент биофаблаба. Двадцать третий слайд, пожалуйста. В рамках чего у нас происходит подготовка? Подготовка происходит в рамках разработки какого-то востребованного продукта. Естественно, компетенции студента не позволяют участвовать в рыночном соревновании на равных. Но спасибо пустоте российского биоаналитического рынка существует масса рафанных либо импортозамещающих ниш, которые неинтересны большим игрокам и в которых даже на уровне студента можно создать конкурентный продукт и пытаться выйти хотя бы на самоокупаемость. Двадцать четвертый слайд, пожалуйста. Слышно меня? Алло? Да, слышно. Прошу вас. Прошу прощения. Это вот та структура, которую мы создаем в биофаблаб. Центральным элементом является формирование группы под руководством куратора. И эта группа формируется над идеей, приборостроительной идеей, привнесенной в идеале студентами, но идеал не всегда достижим, чаще всего привнесенной специалистами NBC, как имеющими представление о возможном в плане технологическом и в плане сбыта. Далее группа формирует набросок бизнес-плана, который включает самые основные концепции. Кому это нужно? Кто это будет использовать? Какие компетенции нужны для создания такого прибора? И как эти компетенции можно в имеющихся условиях заполнить? Требуется ли привлечение дополнительных специалистов со стороны, консультации, либо осваивание какой-то области уже имеющимися членами группы? И далее происходит разработка какого-то прибора относительно простого, либо компоненты более сложного прибора, который передается заказчику в том или ином виде. И проход через вот эти ступени планирования, разработка, сдача, оно является фактически завершением базового образовательного трека, но крайне рекомендуется выйти на коммерциализацию того, что было произведено. Это опять-таки наши планы и наши мечты, но в идеале каждая разработка должна заканчиваться либо своим стартапом, либо продажей соответствующего IP. 25 слайд, пожалуйста. Контекст новой промышленной революции и фронтирные задачи таковой. Новую промышленную революцию мы, вероятно, понимаем несколько иначе, чем организаторы, но в рамках того, что я ранее сформулировал в бизионерстве, но, несомненно, все наши задачи являются фронтирными и при этом простыми. Этот парадокс объясняется тем, что фронтирные задачи – это в том числе задачи, решающиеся новыми средствами производства, новыми методами, но сами задачи могут быть либо старыми, либо новыми, но достаточно простыми. И здесь противоречия нет. 26 слайд, пожалуйста. Рабочие ли задачи, на которых студенты тренируются, да, они рабочие. Нет, мы не используем имитационных задач, поскольку у нас имеется совершенно глобальный пул реальных задач и обновляемых задач, его истощение не предусматривается, не прогнозируется в ближайшее время. 27 слайд, пожалуйста. Используется ли проектный метод? Несомненно, поскольку группа создается вокруг проекта, какой-то разработки, имитация не используется, используется именно реальный проект. Другое дело, что он не планируется даже для самоокупаемости, если выйдет на самоокупаемость и на прибыль, здорово, но главное, что он должен быть востребован, практически востребован. 28 слайд, пожалуйста. Еще раз я возвращаюсь вот к этой схеме. группа, которая ведет трек фактически самостоятельно под руководством куратора и использует ресурсы университета для тех задач, которые не может решить по причине недостаточности опыта и недостаточности масштабов. 30 слайд, пролесните, пожалуйста. Структура рабочих групп в BioFab Lab подразумевает плотное взаимодействие инженеров и менеджеров. И менеджментские умения для нас сейчас, пожалуй, не менее важны инженерных, и они более сложны для закрытия, для обеспечения. 31 слайд, пожалуйста. Здесь перечислены те задачи, которые должны решаться в группе разработки менеджерами и которые в значительной степени пока открыты в нашем проекте. Мы решаем, скажем, патентные задачи через сервисы университета, но количество таких задач резко превосходит возможности базовых сервисов. И мы планируем выходить из положения сотрудничеством с юридическим факультетом. И вот если нам удастся вывести курс защиты интеллектуальной собственности на уровень практических проектов, то будет очень здорово. 32 слайд, пожалуйста. Опять-таки я возвращаюсь к компетенциям, требуемым для биоаналитического прибора строения. Их очень много, они разнообразны. 33 слайд, пожалуйста. Соответственно, для того, чтобы подготовка была эффективной, требуется работать в рамках возможного. Полная подготовка по всем этим курсам в академическом смысле стоит безумно дорого и нам пока недоступна. Поэтому развитие биофаблаба мы планируем не через развитие набора компетенций абстрактных, а через расширение круга продуктов, производимых группами разработки. И эти группы, в частности, определяются тем набором компетенций, которые нам доступны. Это расширяет набор компетенций и в конечном итоге, мы надеемся, приведет к фазовому переходу из такой ориентированной на набор возможностей структуры к более академической, когда большая часть компетенций уже будет закрыта своими курсами, а не курсами, привносимыми через онлайн, сотрудничество и тому подобное. 34 слайд, пожалуйста. Практика. Чем меньше мы учим, тем лучше. Поскольку в любом случае количество требуемых компетенций избыточно по сравнению с емкостью студенческого мозга, не надо пытаться впихнуть все, что мы знаем. Чем меньше, тем лучше. BioFabLab – надстройка над базовым образованием и компетенции в группе разработки закрываются в первую очередь компетенциями, даваемыми базовым образованием. Задача BioFabLab – подружить их между собой и фактически дать интерфейсы для взаимодействия таких людей внутри группы. Естественно, акцент на практике и на практическом воплощении продукта. Чтобы что-то делать, надо это делать. Теория замечательна, но практика – критерий истины. Ну и, наконец, переход к продуктам. 35 слайд. Примеры продуктов, разрабатываемых в виде учебно-практических разработок у нас. От плазменных камер до роботов пробоподготовки и читалок ДНК-чипов. 36 слайд, пожалуйста. Здесь мы не оригинальны. В мире существуют интереснейшие проекты по обучению на примере изготовления практически полезных вещей. И здесь мы можем посмотреть. 37 слайд, пожалуйста. Например, популярное в последнюю декаду в США изготовление спектрофотометров на практических занятиях студентов. И при этом аналогичные системы, публикуемые как практически полезные. И справа можно видеть стандартный советский спектрофотометр стоимостью в несколько сотен тысяч. Далее, 38 слайд. Группа Gaudi Labs, швейцарская, совершенно замечательная группа, ориентированная на open-source лабораторное приборостроение. На слайде вы видите массу лабораторных приборов, формируемых копеечной стоимости и обладающих, в общем-то, полным функционалом реальных приборов. 39 слайд. А также существенно более сложные лабораторные системы, также разрабатываемые студенческими группами. Ну и, наконец, важно отметить 40 слайд. Так называемые гаражные стартапы и инициативы хобби. В данном случае приведен достаточно известный сайт Сэма Зилов, который на уровне хобби и гаража реализует массу интересных задач от изготовления микросхем до мемористров, фотолитографии и прочего. Очень познавательный слайд для тех, кто подготавливает инженеров не только для биофаблаба, но и для других, не только для биотехнологий, но и для других областей. 41 слайд, пожалуйста. Основной девиз. Сложно сделать, просто-просто сделать сложно. И этот слайд иллюстрирует концепцию инженерии на мясо. Когда путем потрошения компьютерной мыши мы можем предложить несколько практически полезных продуктов на основе даже такой тривиальной инструментальной базы, что является достаточно таким условным продуктом, но тем не менее востребованным в некоторых случаях и доступным студентам уровня бакалавриата, если не ниже. 42 слайд, пожалуйста. Дмитрий Станиславович, вы оставите несколько минут для дискуссии масса-строса? 6 минут. Тогда 43 слайд. Это вот те концепты, которые мы стараемся реализовать в биофаблабе. Это самое важное обращение тренда в системе рынок-продукт-подготовка. Стартап как диплом для планирующих свой бизнес и набор компетенций для остальных. Убрать из подготовки все лишнее. Это самое критичное, пожалуй. Ну и все остальное здесь упомянутое. Ну и 44 слайд просто заключительный. Мы открыты для сотрудничества. Будем рады сотрудничать во всех аспектах как преподавания, так и разработки. Спасибо, Дмитрий Станиславович. У нас есть некоторое время. Я думаю, что вы задели массу университетских чувств и тризанских в частности. Я предупреждал про провокацию своим сообщением. Как он на вас пройдет? Тогда у меня, коллеги, большая просьба. Я вот читаю чат и вижу, что многие вопросы не вопросы, а уже суждения. Поэтому, если можно, очистите их до фракции вопросов и задайте в каком-то новом варианте. А я пока все-таки уточню свой простой вопрос. Вопрос на понимание. Дмитрий Станиславович, вот все-таки это вы считаете для себя в своем языке, в своей практике университетским образованием или это КБ, конструкторское бюро, встроенное по той или иной причине в университетскую ткань. Как вы себя позиционируете в этом смысле, если у вас было такое размышление? Несомненно. На данный момент мы зарождающаяся структура и поэтому мы, несомненно, некое КБ в структуре университета. При этом мы планируем расти и в какой-то момент надеемся расти до академичности, до того, когда сумма проектов и сумма компетенций, определяемых проектами, приведет к закрытию основного набора компетенций и когда наше образование станет Академией приборостроения, биотехнологического приборостроения. Эта задача такая очень амбициозная, очень сложная и дорогостоящая, но мы ее держим как нашей целью, а пока делаем то, что можем. А можем мы вот такое КБ в рамках университета. Да, и тогда уточняющий вопрос все-таки на какую социальную базу вы рассчитываете? Это бакалавры, это бакалавры после второго курса, это магистранты, это аспиранты, это постдоки. Кто для вас желаемый, так сказать, участник этого процесса? А, собственно, без ограничений, то есть идеально вписываются в эту систему естественно аспиранты и выше. Их проще всего учить. При этом мы достаточно эффективно интегрируем магистрантов и кое-кого из бакалавриата. Это вот то, что мы имеем сейчас на данный момент. С развитием системы мы надеемся снизить планку и эффективно интегрировать именно бакалавриат, что потребует большой нагрузки на кураторскую на группу кураторов, которую мы пока не можем закрыть. Но, тем не менее, мы надеемся снизить уровень сейчас на уровне магистрантов и выше до бакалавриата. Спасибо. У меня техническое замечание. Татьяна Александровна Дмитриева, не включайте микрофон, потому что фон идет очень большой. Если не хотите ничего говорить. спасибо за понимание. Михаил, у вас рука. Прошу вас. Дмитрий Станиславович, скажите, пожалуйста, в вашей логике средства производства, средства проектирования это одно и то же, имеется в виду средства производства приборов, продукта. Еще более интересный вопрос средств проектирования самих производств таких сложных биотехнических. Средства проектирования являются частью средств производства, несомненно. В конце концов, любая 3D-печать требует в некотором смысле проектирования. Но я не соглашусь с тем, что перечисленные биотехнологические производства являются особо сложными. По количеству компонент и по количеству проектирования и планирования их не сравнить с тяжелыми инженерными задачами, например, постройка самолета или постройка АЭС. но их сложность заключается в том, что у них очень разнообразен требуемый набор компетенций, которые надо строить заново для каждой группы разработки под каждый прибор. И вот это принципиальное отличие от классической тяжелой инженерии, в которой акцент сделан на планирование, на стандартизацию, систематизацию и так далее. В случае биоаналитики сам прибор может быть очень простым. Он может быть доступен для разработки даже одним студентом, и он может быть востребован двумя десятками лабораторий в стране по копеечной цене, но тем не менее он остается востребованным и не закрытым. Средней сложностью приборы на уровне цитометров, клеточных сортеров и прочее требуют для разработки команды в десяток человек, максимум в два десятка. И, соответственно, планирование здесь достаточно простое и кривиальное. Не то, чтобы оно не было нужно, но оно проще, чем в тяжелой инженерии. Спасибо. Спасибо. Ну, я попробую, хотя тут вопросы тянут на сами такую развернутую. Давайте так. Как студента бакалавру сохранить мотивацию к обучению в то время, как он отдан в кавычках в практику. Остальную часть вопроса я позволю себе не читать. Если вы хотите прокомментировать на это. Несомненно. Вот с чем, с чем, а с мотивацией проблем нет и не предвидится, поскольку студент создает свой собственный стартап фактически и в худшем случае свой собственный продукт. Он разрабатывает что-то полезное. И если он сумеет выйти на уровень стартапа как часть команды, то он будет владеть частью интеллектуальной собственности этой команды. Он войдет в создаваемый стартап и это будет его бизнес практически. Он будет этим либо чем-то аналогичным себе на хлеб зарабатывать. А даже если он не придет на уровень этого стартапа, а просто произведет продукт в рамках какого-то нашего, скажем, неокро NBC какой-то элемент, он всегда сможет и в резюме написать и лично гордиться тем, что он делал не нечто учебное, а нечто практически полезное, применимое вот там-то, там-то и там-то, причем фронтирное. От меня вопрос, Дмитрий Станиславович. В этом смысле по вашей практике, я знаю, что вы не очень давно существуете, да, по вашей практике упираетесь ли вы в дефициты, ну, скажем, теоретического бэкграунда в таком динамичном проектировании под рынок вместе со студентом? Несомненно, несомненно, и фактически у нас сейчас нет специалистов по маркетологии, а должны бы быть, нет своей группы защиты интеллектуальной собственности, проверки патентной частоты и всего прочего, а должны бы быть, и много чего еще нет. поэтому мы, кстати, как политики ориентируемся на искусство возможного, то есть то, что мы можем закрыть, относительно просто и относительно реализуемо. Да, спасибо за ответ, но я имел в виду вот то, что лежит в ядре тех процессов, по поводу которых изготавливается прибор, то есть это биологические, информационные, физические, химические знания, есть ли они востребованы в таком приборостроении, помимо внешних вещей, о чем вы справедливо сказали, маркетинг, продажи, переговоры, технологические компетенции, несомненно, это проблема, но мы их стараемся закрывать тем, что включаем разных студентов от молекулярных биологов до мейкеров в некий единый проект. Интеграция пока лежит в основном на мне, я стараюсь готовить людей, которые смогут тянуть такие проекты в качестве кураторов, но пока опять-таки мы только зародыш системы. Но основное решение этой проблемы то, что мы рассматриваем группу разработки как минимальную единицу, а не индивидуального студента. То есть компетенции должны быть закрыты в рамках группы, а не в рамках одного человека. Понятно, спасибо. Коллеги, давайте поступим следующим образом, поскольку я посмотрел чат, там некоторые вопросы, повторюсь, они больше похожи на осуждение. У кого есть вопросы на понимание к тому, что было сказано, прошу вас поднять руку и, если можно, голосом их озвучить. Или общая схема понятна, и мы можем... Владимир Игорь Игоревич, вижу вас, прошу. Спасибо. Я на понимание именно по метрике успешности. Правильно ли я вас понял, что это все-таки успех созданных бизнесов или соответствующих коммерческих перспектив этих приборов? Вы оцениваете, вы будете в каком-то временном горизонте оценивать успешность всего этого предприятия, грубо говоря, количеством миллионеров среди прошедших вашу программу людей. Да или нет? Не совсем так. Частично. Частично. То есть прямая коммерциализация это несомненно важно, это несомненно самый очевидный трек, но для студентов это сложно. Реально успешных миллионеров всегда мало было и мало будет, но продукт разрабатываемый группой разработки должен быть востребован, так или иначе. Он может не продаваться напрямую, он может быть, скажем, заказан другой лабораторией университета и эта лаборатория компенсирует разработку этого прибора или какие-то затраты частичные, либо он может быть заказан в рамках сотрудничества с другой лабораторией, например, у нас есть проект подготовки, то есть не обязательно продать это за реальные деньги, главное, чтобы были реальные потребители. Я прошу прощения, может быть, не совсем точно сформулировал, вот если спросить студента современного МФТИ, бизнес-ориентированного, что для него история успеха, он назовет какое-то имя, Давид Ян, Абрамов, Белоусов, это будет очень персональная история, а может сказать, я хочу быть топ-менеджером Google или Рустех, корпоративно себя идентифицируя, для ваших студентов история успеха, это кто? Это Маск, это Джобс, это, я не знаю, Гапонцев, недавно, так сказать, почивший, или это какое-то имя, или это какая-то корпоративная история, я хочу быть там главным разработчиком чего-то, где-то, вот, это как, как они сами себя позиционируют, что они будут считать своим успехом профессиональным и личным? я затруднюсь привязать успех конкретно конкретному человеку, здесь скорее критерием успеха является в первую очередь создание своей компании, успешно реализовавшей себя на рынке, либо вхождение в какой-то проект, например, вот наш самый сложный, пожалуй, проект по интеграции секвенирования индивидуальных клеток и проточной цитометрии, который позволит создать универсальный биоаналитический инструмент. Проект очень сложный, многокомпонентный и, соответственно, участие в таком проекте тоже весьма привлекательно. То есть, мы не ориентируемся на повторение успеха Джобса или Макса, Маска, поскольку это в некотором смысле бессмысленно, с вероятностью одна миллиардная играть в лотерею неинтересно. Мы ориентируемся на более практичные вещи. Есть рыночный запрос, есть возможность продвигать какие-то новые технологичные решения, давайте попробуем их сделать. В России на этом рынке пустота. давайте это использовать. Спасибо, я понял. Сейчас я проверю быстро. Уважаемые коллеги, я позволил себе превысить на 8 минут отведенное нашему колокольному время, но больше не могу себе позволять. Мы движемся к завершению всех докладов, я имею ввиду все три колокольные. У нас сейчас есть время небольшое, 51 минута, если быть точным, для формулирования обобщающих суждений, точек зрения по поводу всех прошедших дискуссий и всех заслушанных докладов. Я не знаю, Алексей Иванович, наверное, вам передать образные правления, я готов в этом отношении как открывавшему конференцию. Могу остаться на боевом посту, как вы посчитаете нужным. Я прошу поднимать руки тех, кто будет делать такие суждения. Ну, или Алексей Иванович, либо я, будем предоставлять слово. Конечно, продолжайте. Да, спасибо. Есть ли суждения, выводы, замечания и комментариев. Я начну со стороны организаторов. У нас есть статистика по первому дню. Значит, вот у нас было 1115 уникальных участников, которые подключались к тем или иным мероприятиям в Zoom. Мне кажется, было, но это судить участникам, тем не менее, тоже хотелось бы затронуть, удачна ли форма, структура нашей конференции. Это три коллоквияма и два круглых стола. Но дальше мы старались, конечно, пригласить интересных экспертов, заявить вместе с ними актуальные темы. И фактически, ну, вот площадка, конференция, площадка такая экспертная, но, наверное, мало времени надо больше нам будет отводить для дискуссионных вопросов. То есть, дискуссионных вопросов у нас времени было просто не хватало. В некоторых случаях доклад был под завязку. и мне кажется, целесообразно это продолжать, приглашая новых лиц. Ну, я не знаю, Zoom где-то на тысячу позволяет, что будет дальше. Ну, надеемся, тогда на этом уровне мы и закрепимся. Я имею в виду следующую конференцию. Ну, это вот такое от организаторов именно по статистике по организации. Может быть, Петр Георгиевич что-то добавит? Микрофон. Вас не слышно. Да, я, конечно, готов. Там презентацию я попросил поставить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу несколько слов сказать о том опыте, который характеризовал мою деятельность на предшествующих этапах. Более десяти лет я занимался собственно технологиями мышления. Это началось еще во время работы и обучения у моего отца. И первую статью о программировании я написал в 1977 году. И вот с тех пор я с перемен успехом размышляю над этими процессами и специально это вот второй булитик вы видите над возможностями использования технологии мышления в различного рода учебных программах особенно ориентированных на проектный метод обучения. Вот Дмитрий Станиславович довольно жестко высказал свою позицию по поводу неэффективности или трудности использования технологии мышления в процессах подготовки инженеров. В частности он упомянул ТРИС который Генрих Саул Чальшулер развивал параллельно с разработками Московского металлогического кружка. Ну и понятно что это имеет отношение и к разработкам моего отца. Значит у меня прямо противоположная точка зрения. Я считаю что учить надо только технологии мышления а все остальное приложится. Хотя все остальные пункты которые Дмитрий Станиславович здесь предлагал стартап как диплом командный проектный метод и так далее это полностью совпадает с другими моими концептами. Затем наверное многие из вас знают что в начале 2000-х годов я несколько лет занимался внедрением отраслевых стандартов системной инженерии управления жизненным циклом в атомной отрасли. В этом плане мне очень приятно было слышать некоторые оценки эффективности этих методов и я продолжаю считать что таким если хотите идеалом для подготовки инженеров является системная инженерия как метод освоение комплекса конструкторских и проектных разработок. Ну и наконец последние 10 лет у меня есть не очень такой удачный в точном смысле слова опыт создания специализированной кафедры в МИСИ по как раз подготовке специалиста в области управления жизненным циклом сложных технических систем. Поэтому мне близки все три темы которые обсуждались и вот я позволил себе сформулировать семь таких жестких выводов. Следующий слайд. Итак вывод первый подготовка и образование современного инженера должны учитывать контекст новой промышленной эволюции и форвардные практические задачи которые стоят в различных областях. Вот для меня это безусловно. И тот пункт который опять же Дмитрий Станиславович сейчас обсуждал что в силу наличия лага между появлением новых задач и формированием учебных программ мы не можем ориентироваться на сегодняшнее состояние смены технологий в этих отраслях. Если мы будем ориентироваться на то что происходит уже сейчас мы никогда не подготовим людей под задачи будущего и это чрезвычайно сложно потому что 90% учебных заведений оторваны от реальной практики. Я не знаю как так получилось потому что императорское инженерное училище не было оторвано от инженерной практики сто с лишним лет тому назад. Более того оно как раз учило ровно по тем лекалам которые мы сейчас обсуждали на последнем докладе. То есть результатом учебного года была прикладная разработка которая принималась в том числе заказчиками. Так учился мой дед. И вот что-то такое произошло за эти сто лет что часть вузов оказалась отчуждена от реальной практики. Но тут есть еще один тонкий вопрос. Он заключается в том что если не будет параллельно меняться промышленная политика то сама по себе попытка связать на уровне учебных заведений практику обучения с практикой реальной деятельности будет висеть в воздухе. Следующий слайд. Второй тезис. Я считаю что обязательным является имитация в ходе учебного процесса расширенной системы разделения труда. Подчеркиваю расширенной включающей в себя не только инженерные позиции но и позиции технологических предпринимателей менеджеров о чем опять же говорилось в нескольких докладах исследователей специалистов ну грубо говоря по обслуживанию эксплуатационному этапу сложных технических систем и так далее и поэтому грубо было бы здорово если бы учащийся мог пройти в течение срока обучения через несколько позиций чтобы он попробовал себя в разных позициях не только подчеркиваю чисто инженерных третий тезис следующий слайд я считаю что результатом учебного процесса является освоение сквозных компетенций вот значит был вопрос от Иркутска по поводу того как там ассоциация значит инженеров механиков или кто-то другой министерства труда пишет профиль компетенции коллеги этим занимается половина экспертов в мире и на сегодняшний день все уже пришли к одному и тому же выводу а именно что таких групп компетенций три это то что связано с организацией практического действия особенно планирования коммуникации и мышления как вы назовете дальше эти компетенции будете вы говорить о развитии критического мышления или системного мышления или еще чего-то это вопрос на мой взгляд десятый люди должны обладать способами мышления уметь понимать и коммуницировать включаться в коллективы на определенные позиции разговаривать с другими вчера Цыпков сказал очень важную вещь что не абстрактные схемы коллектива приходится учитывать при программировании а конкретный коммуникативный профиль участников вот ведь к чему мы сегодня приходим на уровне сложных технических систем и циклов их жизни и обязательно способ организации практического действия это сквозные компетенции они должны быть у всех а еще у некоторых будут личные уникальные способности ну и дай бог значит чтобы каждый свою личность развивал как можно значит широко и глубоко в зависимости от своих желаний следующий тезис для этого коллеги они должны прийти к нам в вуз грамотными а грамотность это прежде всего освоение нескольких естественных языков значит я здесь из тех 15 которые я обычно формулирую выбрал несколько естественные языки вот Олег Александрович сказал ну не знают они английского ну друзья мои не знают английского не могут учиться а Леонид Григорьевич сказал не знают английского ну вообще никуда их не допустишь а в свое время Ливанов я помню первое что стал перестраивать придя в МИСИС это лингофонные кабинеты и базовый курс английского а с моей точки зрения минимум три языка русский не считают второе конечно математика конечно язык социальных процессов конечно логика конечно экономика как язык конечно чертеж лего пространственная форма инфографика схематизация это все они должны знать к первому курсу друзья мои а поэтому 99,9% наших абитуриентов не готовы к той программе инженерной подготовки которую мы с вами сейчас обсуждаем следующий тест а содержанием подготовки современного инженера на мой взгляд должно быть освоение основных технологий инженерного мышления конструирования проектирования исследования и программирования при этом с моей точки зрения каждый следующий этаж охватывает предыдущие они не исключают друг друга программирование не исключает исследования программирование не исключает проектирование проектирование не исключает конструирование это как бы Это вложенные, усложненные системы, и элементная база перетекает с одного этапа на другой. Следующий тезис. Содержанием образования, подчеркиваю, не подготовки, а образования, является освоение картины мира. И сегодня, с моей точки зрения, такой минимальной картиной мира является деятельностно-природная, а не чисто природная, в кавычках, научная картина мира. А вот дальше мы видим, что даже когда Олег Александрович говорит о гуманитарной подготовке, объем этой гуманитарной подготовки не сопоставим ни с задачами формирования картины мира, ни с задачами системности и общности этой картины. Потому что дают какие-то случайные знания по психологии, социологии, у кого что болит. И вопрос о том, а какова принципиальная структура этой картины мира, он, к сожалению, сегодня на уровне вузовского образования не поставлен. Следующий тезис. И, конечно, последний, завершающий. Смена организационных форм. На мой взгляд, проектные методы обучения, тренажеры, игровые формы организации, безусловно, должны занимать в структуре учебной программы не 5-10%, как сегодня, а 60-70%. А вы прекрасно понимаете, что это полностью меняет всю архитектуру учебного процесса, потому что это требует нескольких ведущих или преподавателей на одном учебном занятии. Это требует совершенно других временных интервалов. Это предполагает те самые коллективные методы решения задач и проблем в условиях обучения. И так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому я прекрасно понимаю, вот мне пишут в чат, мне лично не в наш общий чат, что, собственно, ну а вы видите, кто это все будет делать в сегодняшних условиях. В том числе, в тех институциональных рамках, с которыми приходится сталкиваться среднестатистическому вузу. Но, друзья, у нас другого выхода-то нет. Поэтому можно сколько угодно сидеть на пороге и приговаривать о том, что мы, значит, вынуждены плавать в соляной кислоте. Но от этого, как говорил мой начальник военной кафедры, значит, боевая задача, стоящая перед личным составом, не меняется. И, наконец, последний, прошу прощения, может быть, несколько рекламный кусок. Значит, мы с Андреем Евгеньевичем и Алексеем Ивановичем затеяли вот такую программу на базе Санкт-Петербургского политеха. Я читаю там уже два года курс, в котором я пытаюсь реконструировать предыдущие промышленные революции в одной и той же логике. В логике, которая заложена в основу вот этой вот программы, конференции. А именно, посмотреть, какие задачи стояли в эту промышленную революцию. Как был организован учебный процесс и какие технологии мышления инженерного массовизировались в ходе, в том числе, этого учебного процесса. Спасибо за внимание, Андрей Евгеньевич, извините, что, может быть, несколько затянул. Спасибо, Петр Юрьевич. У нас, да, есть еще какое-то время. Я тоже оставлю себе пять минут, если позволит Алексей Иванович, на завершающие реплики. Себе сразу резервирую время. Да. Есть ли желающие высказать суждение по мотивам, итогам или соразмышлениям по поводу конференции? Да. Георгий Валентинович, прошу вас. Вифи. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время, потому что было реально очень интересно, потому что сейчас, наверное, всех волнуют вот эти вот концепты. И, конечно, Петр Георгиевич фактически суммировал все, что мы смогли обсудить. Но хотелось бы подчеркнуть, что действительно у нас вот в МИФИ Владимир Игоревич вчера рассказал как бы о нашей дуальности такой исследователь и инженер. Но и с этой точки зрения, конечно, выкристаллизовывается некая концепция образовательных треков, потому что действительно все мы разные. И студенты разные. Какому-то студенту действительно хочется стать Илоном Маска, ну а кому-то хочется решить одну из задач Гильберта. И это очень важно понимать. И наша задача, на мой взгляд, ну как-то давать ему задачи по силам. Потому что у нас у всех разный потенциал. И у студентов прежде всего. И вот здесь у меня, вот я фактически хотел ремарку сказать до выступления Петра Георгиевича. Она, конечно, сейчас, наверное, растворится, потому что он на нее ответил, но при этом на самом деле, ну как бы, слишком, на мой взгляд, общая ответить. Вот у нас есть четкое понимание того, что практикоориентированный подход работает. И то, что он фактически является, ну такой, важной программой обучения. И нас вот в Мефирус Атом особенно говорит, дайте нам студенты, отстаньте от нас. То есть мы его сами научим. Вот с этой точки зрения, конечно, у меня вот возникает вопрос, на который ответ, в принципе, ну понятен, но хотелось бы набрать лучшие практики. А чем мы можем заменить практикоориентированный подход в рамках академической программы университета? Вот что мы можем предложить? Может быть, проектные сессии, может быть, какие-то гуманитарные модули, может быть, нацеливание на самостоятельное прочтение, изучение каких-то материалов. Может быть, на глубокие курсы, где пять человек работают с уникальным человеком, и он их доводит до уровня уже высочайшего в теоретическом и, может быть, фактическом вещи. И с этой точки зрения, мне кажется, что вот обмен такими практиками было бы очень интересно, потому что действительно вот было в одном докладе сказано, что молодой человек, студент, а вот я сейчас говорю, уровень магистратуры, аспирантура, может быть, старший курс бакалавриата, готов работать 60 часов в неделю. Вот какую из них часть будет занимать проектный метод, какую часть будет занимать самообразование, потому что я, исходя из своего опыта преподавания и научной работы, все больше прихожу к тому, что нам надо планировать не только учебные мероприятия, но и внеучебную деятельность студентов. И с этой точки зрения, вот в МИФИ в свое время практиковались такие публичные лектории, приглашения каких-то уникальных специалистов, и сейчас я понимаю, что они вот мне лично дали гораздо больше, может быть, чем какие-то систематизирующие курсы, потому что я их помню. И с этой точки зрения, вот создание такой среды университетской, которая позволяет каждому раскрыть свой потенциал, ну, архиважно, в том числе и становление инженера, потому что, я думаю, прекрасная лекция по системному мышлению на кого-то как бы ляжет так, что он поменяет свое мнение, а на кого-то пройдет незамеченность. Вот это надо понимать. Ну, и с этой точки зрения, конечно, вот попытка вот создать хорошие академические форматы, потому что я считаю, что вот наш формат оказался очень удачным для преподавателей, но вот что-то подобное создать для студентов, чтобы им было интересно, это одна из наших задач. А так, спасибо организаторам, ну, я искренне доволен, что принял участие. Так, прошу, есть ли еще у нас руки, тянущиеся к суждению? Андрей Евгеньевич, приветствую. У меня не включается опция поднять руку, вот Бахтурин. Да, Дмитрий, прошу вас, да. Здравствуйте, коллеги. Я Бахтурин Дмитрий, вице-президент Международной ассоциации ТРИС и руководитель ТРИС-центра госкорпорации Ростех. Собственно, первое спасибо за предложение и возможность принять участие в конференции, посмотреть, увидеть, услышать то, о чем думает ваше сообщество. Некоторая сложность и, собственно, предмет моего выступления связан с тем, что мы не работаем с студентами, а концепты, заголовок конференции, с моей точки зрения, предполагал современную подготовку инженера, ну, или, скажем иначе, это было все в рамке высшей школы. Магистратура, бакалавриат, частично упоминалась аспирантура, а огромный слой вопросов, связанных с, ну, видимо, переподготовкой инженеров за границами, там, ФОСДОК, ФОСГРАД, как угодно, ну, остался в ней фокус рассмотрения. И отсюда, в частности, возникают вопросы, например, об обучении ТРИСК, когда, кому, кому и прочее. И если вернуться к выступлению Петра Георгиевича Заключительному, то остается в этом смысле нераскрытым как раз вопрос о том педагогическом потенциале или ресурсе, резерве, который будет осуществлять эту подготовку. Значит, если следовать из большинства докладов, то логика в том, что мы подготовим, дадим какую-то базу, фундамент, а потом отдадим в какие-то передовые коллективы, в производство и так далее и тому подобное, в предположении, что эти люди, будучи прекрасными специалистами в своей профессии, могут обеспечить вот этот подготовительный, переподготовительный процесс, обучить, переобучить и так дальше. К сожалению, наш опыт показывает, что это далеко не так. Мы работаем, обучаем ТРИС инженеров Ростеха, не студентов, а, повторюсь, инженеров. У нас был пилотный курс для преподавателей вузов по обучению ТРИС, и он показывает, ну, знаете, как бы отдельный, огромный габ, пропасть в том, как думают современные преподаватели в большинстве своем, как думают современные инженеры, и тем, что обсуждается здесь вот на уважаемой конференции, уважаемыми экспертами, ну, вот по отношению к подготовке студентов у какого-то следующего или через следующего молодого поколения. В этом смысле, ну, это какой-то, я не понимаю, не недоработка, безусловно, Андрей Евгеньевич, Алексей Иванович. Это какой-то дополнительный вопрос, который бы я предложил включить в рассмотрение, может быть, на следующей или через следующую конференцию. Кто учит и кто как будет учить тех, вот о ком вы говорите в предметной части и чему. Собственно, на этом все. Еще раз спасибо организаторам. Успехов. До сбор, до новых встреч. Дмитрий, спасибо. Важное замечание очень и справедливое. Кого-то остается? Алексей Иванович, у вас будет суждение какое-то дополнительное? Да нет, Андрей Евгеньевич, я хочу послушать, значит, вот как раз мнение участников и вот рекомендации, которые звучат. Тогда, уважаемые коллеги, я позволю себе несколько завершающих суждений. Первое. Вот отталкиваясь от того, что сказал Дмитрий Бахтурин. У меня была такая эплика, но он дает хороший пас. Конечно, никакой ситуации единым фронтом, дружно в ногу, все как один. Перехода к современным моделям подготовки не произойдет. На это не готово многое что, не надо перечислять. Скорее всего, будут точки прорыва, которые послужат всем образцами и точками интереса для собственного анализа, не копирования, а собственного анализа и модификации, если на то есть организационная воля тех систем, в которых заняты конкретные участники. Собственно, понимая это, еще раз апеллирую к тому, что сказал Дмитрий Бахтурин, и была предложена конкурсная логика, которая шаг за шагом складывается последние 16 лет в системе высшего образования. Не всех и сразу переводить на какие-то рельсы, а посмотреть, кто готов взять на себя дополнительную ответственность и поддержать эти инициативы. Так было в конкурсе национально-исследовательских, затем в многочисленных промежуточных конкурсах. Эта логика жестко проведена в конкурентной логике в процессе 5.100. И сейчас вся эта логика воспринята проектом приоритет и положена в его основу как базовый принцип. Не надо всех заставлять, а кто готов, пускай шагает в эту сторону. Это первое. Поэтому не надо рассчитывать, что 99,9 преподавателей готовы, не готовы. Этот вопрос остается на творческое решение каждого. Второе. Наша конференция еще раз подсветила важную проблему и такие разные доклады, как от Тюмени, от Томска и от Тулы подсветили эту вещь. Что граница между концептуальными, или в языке Петра Георгиевича, технологиями мышления, методом и границей между практикой, когда руками можно попробовать, она не будет проведена единообразно для всех. А каждый сильный университет, сильный те, кто думает о себе, построит эту границу по-своему. Я рассчитываю, что мы можем получить несколько интересных кейсов, интересных образцов, которые можем совместно обсуждать. Поэтому, посоветовавшись с организаторами, мы выходим с инициативой устроить такой лучше бы неформализованный и лучше бы без денег конкурс вот таких идей, форм подготовки, различных инженерных школ, которые хотелось бы через год обсудить. Мы не думаем, что это будет много, но если до десятка доберется таких интересных кейсов, будет здорово. Если так сложатся все административные, организационно-политические форматы, что этот внутренний конкурс, общественный конкурс совпадет с конкурсом передовые инженерные школы, это будет просто здорово, но я не хотел бы заманивать в эту деятельность раздачей каких-то средств или статусов. Вот сами по себе образцы и форматы современной подготовки составляют общественную ценность, которые экспертное сообщество, например, то, которое сейчас присутствует на конференции, могло бы обсудить и вознаградить репутационных по заслугам. Готовясь к этому конкурсу или размышляя об этом конкурсе, а также размышляя о проекте «Передовые инженерные школы», тем более в рамках большого проекта «Приоритет» для меня все эти три конкурса. Итак, общественный в рамках нашей организации, одобренный правительством «Передовые инженерные школы» и уже развернувшийся на марше проект «Приоритет» ставят задачу перед инженерными школами. Я бы хотел сформулировать сейчас пять первичных требований на этот конкурс. Первое. Надо ответить на вопрос, условно говоря, Дмитрия Бахтурина. А кто может лидировать и обучать в таких школах? Кто являются образцы, за которыми тянутся студенты? И мы слышали в докладах и в Тюмени, и в Туле, и в Томского политеха, как по-разному решаются эти вопросы. Второй вопрос. Кто должен там учиться? Если мы серьезно отнесямся к тому входному списку, который обнародовал в своих ноябрьских тезисах Петр Георгиевич, то почти никто. Такие студенты – огромная редкость. За ними нужно охотиться и охотиться, заманивать их себе, ставить задачу перед нами, как быть такими привлекательными, чтобы такие люди с такой квалификацией пришли учиться в такие инженерные школы. То есть требования, говоря в инженерном языке, на студента, на его способность обучаться в таких процессах, которые есть, допустим, в Питерском политехе у Алексея Ивановича или в Туле у Олега Александровича. Третье. И этому был посвящен первый коллоквиум. Какие партнеры и, соответственно, какие задачи стоят, практические задачи в области инженерной деятельности стоят или акцептуются такой школой и принимаются ее внутричебного плана. Четвертое. Рефлексивный и теоретический вопрос. А какое же содержание и мер? Проектный подход на 60%? Конечно, да. Но какой проектный подход и как он делается? Это всегда сложные вещи. И, наконец, пятое. А как этим управляемся? То есть какая институциональная обвязка существует, чтобы удержать эту передовую, дорогую, интересную, новую сложность с этими классными преподавателями, с этими уникальными студентами вместе? И я вполне себе допускаю вариант, что не весь университет целиком, а некоторые подразделения только смогут сделать такие прорывные ходы и так себя организовать. И я надеюсь, что конкурс передовой инженерной школы, не зря министр говорил про Гринфилды, будет нацелен на такую лазерную, точечную поддержку этих новых форм, новых новообразований, новых форм организации подготовки. Мы еще посоветуемся между собой, но пока предварительно хотелось бы, чтобы мы через год заслушали целый букет или серию таких докладов и придумали, в какой форме мы их оцениваем, кого мы считаем лидерами такой подготовки, а кто пока дорастает до новых форматов. Вот такие идеи, навеянные этим разговорами этой конференции, уважаемые коллеги. Я с оптимизмом сдержанным смотрю в будущее. У меня все. Андрей, я хотел бы еще поблагодарить организатора. Прежде всего, значит, Владимира Олейника, который выступал руководителем программного комитета, и Санкт-Петербургский политех, который предоставил нам, собственно, организационную площадку для проведения. Я могу только присоединиться к этому с огромным удовольствием. Уважаемые коллеги, мы дисциплинированно завершаем. Всем огромное спасибо, кто продержался в этом сложном дискурсе полтора дня вместе с нами. Особое отдельное спасибо докладчикам за их мысли и за их честность в том, что они с нами с вами вместе обсуждали. Всего доброго. До встречи. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.